На часах ровно 7, а это значит, что наступило утро нового дня. И с вами Артём Андроновский и Александр Карнович. Доброе утро! Доброе утро! Ну, сегодня понедельник. Начнём с этого, наверное, что тяжёлый день, не тяжёлый, а у вас он должен быть обязательно лёгким, воздушным, потому что послепраздничным, 11 марта всё-таки сегодня, три дня выходных. Я думаю, не простых выходных, а вполне себе послепраздничных тоже насыщенных и наполненных. Девушки счастливые, наверное, просыпаются сегодня с утра и смотрят на свой стол, на котором стоит обязательно букет цветов. Если не букет цветов, так должен стоять, наверное, какой-нибудь вкусная чашка чая. Да, или коробочка конфет, которые, знаешь, остались ещё с надариного. Так что, да, вполне возможно, что это особенное послепраздничное утро, но важно, чтобы оно было особенным ещё и в плане информативности. Да, и мы готовы поделиться последними новостями. И мало того, что понедельник – день такой боевой, трудовой, он должен быть ещё и полезный. В последний день масленицы православные, доедая праздничные блины, спешат в храм. Все друг с другом должны примириться, чистого сердца простить своих обидчиков и постараться сохранить мир в душе все 40 дней Великого Поста. В традициях прощённого воскресенья Юлия Орлова. Почему люди должны друг друга прощать? Вопрос отнюдь не философский, а вполне житейский. Церковь посвятила этой проблеме отдельный день, прощённое воскресенье, последний, масленичный, перед Великим Постом. Вот ныне, в преддверии спасительного пути, мы вновь и вновь слышим призывы к прощению друг друга, как и Бог во Христе Иисусе просил всех нас, а также к примирению, которое является условием достойного проведения наступающего Великого Поста. Очень многие полагают, что отказавшись на 40 дней от колбасы, зельца, молока и яиц совершают главное дело постника. Разве это важно во время Святой Четыридесятницы? Иоанн Златоуст говорит о том, что не нужно мериться, сколько недель каждый постился. Нужно в конце поста сказать, что вот у меня был враг, и я с ним примирился. У меня было 10 друзей, сейчас у меня ещё больше друзей. Вот это будет правильное расположение. По традиции в этот день после богослужения читается Великопустная молитва Ефрема Сирина, которую так возвышенно вдохновенно облёк в поэтические строки Александр Пушкин. И дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждение. И совершается чин прощения. Все винятся друг перед другом, желая в предстоящие дни сохранить это светлое покаянное чувство. Мы все вступаем в Великий Пост с таким намерением исполнить всё, что Господь от нас хочет. И по слабости своей, кто как может, тот так и исполняет. Когда на Пасху читают слово приветственное Иоанна Златоуста, там сказано, радуйтесь все, и кто постился, и кто не постился. А Господь, как известно, и намерение целует. Юлия Орлова, Андрей Псом, Юрий Рябов, Новости 24. Крымская весна до и после. История с первых уст. Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская презентовала свою книгу в Ливодийском дворце. Первый тираж составил полторы тысячи экземпляров. В издании опубликованы эксклюзивные сведения и фотографии из личного архива. Больше расскажет Анна Нечуговская. Переворот на Украине. Крымская весна. В этой книге не только рассказывается о возвращении полуострова в родную гавань. Личным эмоциям, переживаниям и где-то даже страху тоже есть место. Опубликованы рассказы и эпизоды жизни Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы, которые ранее не предавались огласке. К примеру указана такая ситуация, когда мы еще только переехали в Крым, строили дом. И я уже окончила школу, нужно было поступать, поступила. На учебу надо было зарабатывать, поэтому я зарабатывала. Продавала пирожки на пляже, ходила. Я не стыдилась работы. Нам с сестрой приходилось помогать по хозяйству. Как мы доили корову, как мы вообще выживали. Наталья Поклонская рассказывает в книге и о работе в Государственной Думе России, в частности о деятельности антикоррупционной комиссии. Исходя из той информации, которая поступила на мое имя, на имя председателя комиссии, о нарушениях, якобы допущенных депутатами, эти нарушения были указаны в книге. Всего лишь четыре вида. Книга «Крымская весна. До и после. Из первых уст» написана Натальей Поклонской и ее мужем Иваном Соловьевым. Наталья Владимировна вспоминала. Мы какие-то общие темы поднимали, а потом записывали это все. Тем языком старались, чтобы это было интересно, увлекательно, доступно, без вот этого птичьего языка юридического для всех. И последние две главы действительно написали друг о друге, потому что было очень много вопросов у нас, о нашей истории, о нашей жизни. И для того, чтобы вакуум такой, который был информационный, его восполнить, чтобы там не было никаких недомолвок, не было никаких домыслов, мы написали друг о друге действительно о своей истории, о нашей семье, о ее зарождении, о том, как мы вот дальше идем вместе. На презентацию в Ливадийский дворец пришли крымчане, которые интересуются работой Натальи Поклонской в должности депутата Государственной Думы России, а также самые близкие и родные люди. Очень интересная книга, очень-очень интересная, и читается очень-очень легко, с удовольствием. И мы ее уже почти прочитали за один вечер. Нам она попала только вчера. Да, и мы ее прочитали. Половину, ну, часов до восьми вечера я читал после обеда. До 12 яна. До 12 яна, да. Книга «Крымская весна. До и после» состоит из 15 глав. Каждой подобранной фотографией из личного архива Натальи Поклонской. Анна Нечеговская, Александр Смычек, новости 24, Ливадия. Как же красиво в Ливадийском дворце. Наверное, так же красиво, очаровательно, как девушки, которая сейчас просыпается и собирается на работу. Знаешь, что я подумал? Вот с одной стороны, действительно, утро после праздничной, первый рабочий день, а с другой стороны, вот ты три дня отдыхаешь, как же сложно проснуться потом на работу, прийти туда бодрым, веселым, ну, а главное, заряженным энергией. И, пожалуй, специально для этого прямо сейчас в этой студии мы и вещаем. Ну, мало того, что сложно проснуться, тем более, если просыпаться нужно рано. Ну, а тем, кому не нужно очень рано просыпаться, например, в 4-5 утра, наслаждайтесь тем, что вы просыпаетесь около 7-8 часов. Это тоже счастье, которое начинаешь ценить, когда есть чем сравнить. Есть, наверное, пожалуй, и более счастливые люди, которые просыпаются так в 9 утра, неспешно, когда половина города уже стоит в пробках, идут заваривать себе чай, делают бутерброды, и потом, конечно, неспеша идут на работу. Но мы прямо здесь и сейчас говорим и самую полезную актуальную информацию абсолютно для всех. Не важно, сокол вы, который проснулся в 5-4 утра, либо человек, который только-только потягивается в кровать и включил телевизор. Вообще можно делать все вместе, но при этом главное, чтобы время заранее распределить, так вот спланировать, чтобы нигде ничего при этом не страдало. Конечно, но мы специально подготовим нашего телезрителя, расскажем, где пробки, где что, но это будет позже. А прямо сейчас мы на прямой связи с нашими прекрасными коллегами с радио. Доброе утро, ребят! Я прошу прощения, вынужден вас прервать. У нас на связи наши коллеги из программы «Утро нового дня». Здравствуйте! Доброе утро! О чем вы сегодня рассказываете? Ну вот первый час решили посвятить минувшей пятнице выездному совещанию в САКах. Так, сравнить, чем отличается этот город от предыдущих объектов внимания Совета Министров. Ну и что привлекло такое самое пристальное внимание? Потому что я вот тоже знаю, что прошло это выездное совещание в САКах. Ну а вы что обсуждаете? Как вообще съездили? Ну вообще, чем отличаются САКи от предыдущих визитов? Мы помним Феодосию, мы помним Керчь, мы помним эти кадровые перестановки, кадровые решения, которые произошли после таких совещаний. Ну и Сергей Валерьевич в очередной раз напомнил, что не стоит наступать на те же грабли. Зато мы сегодня будем рассказывать не о кадровых перестановках, не о каких-нибудь последствиях, совещаниях. Мы сегодня будем говорить даже о закулисье и о театре. Я вам даже завидую. Будем помогать людям начинать рабочую неделю с таких вот приятных... Конечно. Да мы чего только сегодня не расскажем. А главное, все будет актуальное и интересное. А у нас тоже, ведь не зря Классик говорил, вся жизнь театра, а люди в нем актеры. Так что мы тоже о театре говорим. Спасибо, Леш, большое. Спасибо вам, ребята. Доброго вам утра и хорошего эфира. И вам тоже. Взаимно. Спасибо. Ну, мы продолжим нашу беседу. Ну и мы продолжим. Мы тоже продолжим нашу беседу. Совершенно верно. Жизнь – игра, да, и все мы вне актеров. Главное – не переигрывать, потому что тогда это будет сразу видно. Ну и понятно, что человек не искренний. Но это так. А вот что еще важно знать, с коллегами с радио мы пообщались, так это что там у нас по погоде. Прямо сейчас вам и покажем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, благодаря погоде этой, которая уже становится теплее и теплее, сегодня с таким колоссальным удовольствием добиралась на работу, потому что так хорошо на улице. Это точно. Ну, конечно, еще свежо. Признаюсь, когда я ехал, еще моросил дождик небольшой. Но все-таки, если сравнивать с тем, что было, конечно, весна уже полным шагом идет по полуострову. Это ощущается. Скоро можно будет джинсовые куртки носить. Я как об этом подумаю. Да, наконец-то. Конечно. А скоро уже и вовсе без курток можно будет бегать. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Хотя, признаюсь честно, каждый раз после зимы не верится в лето. А летом не веришь в зиму. Знаешь, когда идешь тепленько и думаешь, да какие холода, да не может быть. Да не будет этого никогда. Чтобы здесь было холодно. Я вот сейчас в сентябре в футболке иду в шортах. Но нет. Каждый раз зима приходит, наверное, хорошо. Потому что смена погоды тоже важна. Мы начинаем ценить тепло тогда, когда оказываемся в холоде. Ну, а еще что мы начинаем ценить? Это вот эти моменты счастливые утренние. Когда, казалось бы, ты вот лишился. Ну, допустим, я сейчас к чему? Вот если ты не можешь сейчас насладиться, не знаю, теплом постели, своей уютной, родной, то ты ее ценишь больше, и хочется, и манит тебя туда. Но нужно вставать, и нужно все-таки просыпаться, потому что дела сами за себя не сделают. Такая знакомая ситуация, особенно когда в комнате холодно, проснуться совсем тяжело. Вылезти из-под одеяла нужно себя уметь заставлять. Но стоит ради чего? Потому что важно проснуться прямо сейчас. Так как у нас есть для вас много чего интересного. Например, сюжет про то, что же там творится в закулисье, в театре. Давайте посмотрим прямо сейчас. Театры не зря называют храмом искусства. За занавесом, как за царскими вратами, творятся настоящие таинства. О чудесах и о тех людях, которые их сотворяют, мы расскажем сегодня. Для зрителя театр начинается с мраморной лестницы и заканчивается бархатным занавесом. И мало кто может представить себе жизнь за кулисами. Сотни человек ежедневно в нескольких десятках цехов трудятся для того, чтобы оживить холодное зеркало сцены и с помощью иллюзии заставить зрителя поверить в сказку. Один из залов этого храма – бутафорский цех. Здесь из ничего рождается все. Довольно сложно представить, как из туалетной бумаги и муки можно изваять античную статую или бронзовую вазу. Сотворить из пакли и веток парфорового слона – на все это способны здешние мастера. Любовь Курганова работает в этих стенах 43 года и за это время освоила все прикладные художественные специальности – от скульптора до витражиста. Мы делаем всю атрибутику для спектакля. Это у нас статуи, это у нас оформление гипсовых всяких элементов на декорацию, это у нас резьба по мебели, это тоже у нас все это, обивка мебели. Есть место и темному таинству. В театре делают мертвецов. Вот это у нас новый персонаж, на новый спектакль. Сделан он у нас из папи-маше, лицо. Здесь он у нас набит синтепоном. Но бутафория – лишь часть театральной мистификации. Для того, чтобы спектакль ожил, без труда работников в следующей мастерской не обойтись. Еще один цех нашего храма – пошивочный. Здесь актеры получают свое облачение. Мы получаем эскизы от художника, и наша задача – воплотить это в ткань. Потом мы начинаем работу с того, что распределяем эскизы между собой, выбираем, кто что шьет. Сам по себе эскиз – условный посыл от постановщика к исполнителю. Линии на бумаге не передают реальное изделие. Все формируется в голове портного. Тип конструкции, обметка тканей, шва – все это сложная задача, которую решают работники пошивочного цеха. Театральный костюм должен быть не только красивым, но и удобным в носке. Артистам на сцене приходится много двигаться. Здесь же, в пошивочном цехе, костюмы и ремонтируют. А что вы делаете? На данный момент я ремонтирую платье. В процессе спектакля у нас бывает меняется. И поэтому мы можем заменить кружево, или снять кружево, или что-то другое пришить. После того, как костюмы отшиты, они переходят в следующий отдел, где царит полумрак и прохлада. Мы находимся в костюмерной нашего театра. Здесь хранятся около тысячи костюмов. Конкретно в этом помещении костюмы, которые работают в спектаклях текущего репертуара. Ну вот, к примеру, костюм из учителя танцев Лопе де Вега. Костюмерная – сокровищница театра. В бледном свете электрических ламп мистически блестят парчевые ткани исторических костюмов. Здесь бережно хранят настоящие раритеты. Это один из легендарных наших костюмов из знаменитого спектакля «Королевские игры» художник Злата Цирцинс. Бережливо в специальных шляпных коробках хранится коллекция цилиндров. Еще один цех нашего храма называется «Живописно-декорационный». Здесь производят весь визуальный ряд спектаклей, который так привычен зрителям. Очень красивая декорация. Поражают размеры этой мастерской. Здесь все гигантское. Высокие потолки, огромные окна, необъятные полотна. Тут пишут задники, декорируют одежду, сцены и придают фактуру всей театральной бутафории. Работаю я здесь без малого 40 лет. Вот в этом году бывает 40. И все эти 40 лет я занимаюсь тем, одним и тем же, что делаю большую-большую живопись. У нас не маленькие кисточки, а вот такие щетки, флейцы. У нас не баночки с краской, а ведра. Все начинается с небольших эскизов, которые потом мастера делят на квадраты. Их, в свою очередь, пропорционально увеличивают в размерах до 20 раз. От листа бумаги А4 до задника сцены в 8 на 12 метров. Мы занимаемся имитацией абсолютно всех фактур, текстур, материалов, имитацией дерева, любые виды камня. Также мы можем сымитировать витраж, стекло. Любые задачи, которые ставит перед нами режиссер-постановщик. Театр соединяет волшебство искусства с механической поступью настоящего творческого комбината. Творят чудеса обыкновенные люди, имена которых остаются за занавесом. А публике представляются лишь плоды их труда. Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Каждый сюжет Александра, ну, просто ювелирное произведение искусства. И театральному искусству, конечно, есть место быть. Все эти поставленные диалоги, поставленные позы, кадры красиво. А мне просто поразил масштаб вот этих вот декораций, которые просто гигантские. Вот этот каждую букву прорисовать. Это такая колоссальная работа проделанная, которую... Ну, вот смотришь на афишу и ни в коем случае даже не подумаешь, что сколько человек душа туда вложил, сколько человек труда и души туда вложил. Мне это, знаешь, напоминает еще раньше, особенно в приморских кинотеатрах, были постеры, вывески, сделанные от руки местными художниками, фильмов всяких знаменитых, да. И это всегда было очень комично и забавно, увидеть какого-то знаменитого актера видением художника, который это делал. И они были тоньше, больше, некоторые лысые были волосатыми. Ну и наоборот, я думаю, всем это, кто в начале 2000-х застал эту культуру, это было знакомо. Вообще, начало 2000-х, ведь действительно, время бежит, меняется, и то, что происходило раньше, иногда полностью исчезает с поля зрения, но оно остается в памяти. О важных событиях, которые произошли в этот день, 11-го числа, прямо сейчас вам и расскажем. В 1564 году вышла первая, точно датированная русская печатная книга «Апостол Ивана Федорова». В ней было 534 страницы на каждые 25 строк. Тираж составил более тысячи книг. Согласно Шекспиру, 11 марта тайно обручилась самая знаменитая влюбленная пара в истории — Ромео и Джульетта. Одноименная трагедия написана в 1594 году и вошла в золотую коллекцию мировой литературы. Сегодня празднует свой день рождения народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино Мария Аронова. Всенародную любовь получила за роли в фильмах «Бригада», «Артистка», «80-е», «Охотники за бриллиантами», «Батальон». Удостоена многочисленных театральных наград — «Хрустальный турандот», «Премия звезда театрала» и другие. В этот день отмечается День работника органов наркоконтроля. В задачи службы входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В 1992 году, благодаря закону о частной детективной и охранной деятельности, появился новый праздник — День сотрудников частных охранных агентств. Масштабных торжеств эту дату не проводят, но многие организации поздравляют сотрудников с профессиональным праздником. Сегодня, после прощенного воскресенья, в православной традиции начинается Великий пост — самый длинный и строгий пост в христианском календаре. В 2019 году он продлится до 27 апреля. Ну что, не забываем и о настоящем. Следуем за мной. Расскажу вам про то, что там творится на рынке горючего топлива. Итак, газ стоит 27 рублей 96 копеек. Все-таки самое дешевое топливо на данный момент. Ставьте, давайте, газовые баллоны, но водите осторожно, взрывоопасно. Дизельное топливо стоит 51 рубль 31 копейку. А вот 92-й бензин подешевле — 47 рублей 21 копейка. Вот вопрос еще, благодаря чему можно экономить лучше. Правда, с 92-м бывает и расход побольше. А вот 95-й стоит 50 рублей 35 копеек. Естественно, дороже 92-го, но все же дешевле 98-го бензина, который стоит 56 рублей 56 копеек. Вот такая абсолютно симметричная стоимость. Вышло интересно. Бензин, кстати, для сильных, мощных, а возможно даже крупных автомобилей. Давайте посмотрим. Я думаю, не только их владельцам будет интересно, что же там происходит на валютном рынке. Значит, доллар, евро. Поговорим исключительно о них. Доллар на данный момент стоит 65 рублей 96 копеек. Это значит, что он немного вырос по сравнению с нашим предыдущим эфиром. С евро ситуация синонимичная. 74 рубля 57 копеек стоит евро. Что же, валюта подросла, возможно, кого-то это порадует, а возможно, кого-то огорчит. Но я знаю, что людей точно порадует, Саш. Людей порадует то, что на тот бензин, который они заправят вовремя и в нужный момент, возможно, на обмененную валюту, они смогут съездить и отдохнуть. Потому что, во-первых, уже пришла весна, уже можно вылазить из этих пуховиков и отправляться в легком пальто, в тренче, в куртке, на природу, да и не только. Дожить уже просто хочется. Потому что вот когда понимаешь, что, как сказал Артем, абсолютно правильно, что мало того, что скинуть можно с себя все эти 10 одежек. Луковицу вот эту огромную. И без застежек. Да-да-да, это точно. Даже если застежками. Ну так мало того, что хорошее, можно не только выйти прогуляться, а можно куда-то сходить, например, в кинотеатр или просто в театр. А вот на что можно было бы сходить, мы вам сейчас и расскажем. На киноэкранах сегодня комедия «Лови момент». В главной роли звезда клипа-экспонат, актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня Рита, амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка, приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется? Смотрите на вечерних сеансах. Покажут и новый фантастический блокбастер «Капитан Марвел» от одной из самых успешных киностудий мира. Впервые за всю историю Марвел героем становится женщина. Пилот BBC Кэрол Денверс. Ведущую роль сыграла американская актриса Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка». По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одной из самых сильнейших супергероев в галактике. Кэрол должна противостоять захватчикам, но для начала ей предстоит совладать со своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Детям придется по душе мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», захватывающая история 10-летнего мальчика по имени Гурвинек, обожающего сложные компьютерные игры. Одна из них и становится началом настоящего путешествия для Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки. Мальчик случайно активирует легендарный волшебный диск. Это приводит к невообразимым последствиям. Оживает старый музей, его обитатели и главное чудовище – престарелый кукловод. Сумеет ли Гурвинек спасти родной город и своего отца? Смотрите на утренних киносеансах. Любителям изобразительного искусства советуем посетить Симферопольский художественный музей. Там проходит выставка произведений европейской живописи 18-19 веков. Классические пейзажи, натюрморт в стиле французского барокко, бытовой жанр. Экспозиция познакомит зрителей с полотнами на библейские и античные сюжеты итальянских, нидерландских, испанских и немецких мастеров. Посетители смогут увидеть Мадонну с младенцем Гвида Ренни, Иоанна Крестителя, Педро Оренте, Венеру и Адониса, Тициана Вичелио и другие работы. Продлится выставка до 14 апреля. Тем, кто придет посмотреть на европейскую живопись, советуем уделить внимание и выставке крымского живописца Адама Катца. Она также проходит в одном из залов Симферопольского художественного музея. Творил Кац во второй половине 20 века. Его кисти принадлежит серия портретов известных деятелей искусств Крыма. Полотна художника познакомят зрителя с образным миром вдумчивого мастера, тонкого ценителя красоты, который смог воплотить эстетический идеал в крымском искусстве. Посетить выставку можно до 21 апреля. Представляю, какое удовольствие получат не только люди, которые посмотрят все эти представления, выставки, но и дети, которые уже приехали из Сибаи, уже приехала вторая группа детей из Башкирии. Я напоминаю, что там сложная экологическая ситуация из-за тления руды в нерабочем карьере. А детки к нам приезжают, в частности отдыхают в Евпатории, в одном из санаториев, и издоравливаются. И физкультурой занимаются, и всякие процедуры у них есть. Это, конечно, потому что наш Крым такой прекрасный. Евпатория вообще считается городом потрясающим и самым идеальным для детей. Да, более того, из Евпатории, я думаю, мы сами в скором времени привезем интересный сюжет, и об этом городе поговорим подробнее. Вообще грустно, что где-то в мире экологическая ситуация может до такой степени ухудшаться, что люди вынуждены искать оздоровление в других краях, ездить не отдыхать, а восстанавливать здоровье, потраченное в родном доме. Будем надеяться, что эта ситуация обязательно решится, поправится, и даже там уже можно будет спокойно, легко дышать воздухом, оздоравливаться, ну и наслаждаться природой, конечно же. Ну а еще можно наслаждаться не только природой, а тем, что новый день начался. Все, уже солнышко встает пораньше, уже светлее, и даже в 7 часов утра уже начинало светать. Нужно ценить эти моменты, понимать, что даже птички поют. Я сегодня, когда шла на работу, поднималась по лестнице к телерадиокомпании, я слышала, как в 7 часов утра, не в 7, даже в 6, пели птицы. И сразу такое воодушевление, чувство счастья, которым с вами очень хочу поделиться. Вот так кто получает удовольствие от своей работы, так это певчие птички и Александра. Но мы можем научить и вас, как все-таки добиться успеха на работе, и как получать от нее удовольствие прямо сейчас. Как добиться успеха на работе? Есть небольшие секреты, которые вам обязательно помогут. Записывайте. В ходе работы делайте заметки, а на совещании пользуйтесь диктофоном. Не доверяйте памяти, она подводит слишком часто. Назначайте деловые встречи в формате прогулок. На свежем воздухе идеи будут сыпаться, как из рога изобилия. А еще это сближает и вас обязательно запомнят. Поддерживайте связи. Ведь никогда неизвестно, какой из знакомств в будущем окажется наиболее полезным. Поздравляйте с праздниками. Особенно не забывайте о дне рождения. Если что-то можно сделать сегодня, делайте. Фитнес, бегать по утрам, пойти к стоматологу. Все это не завтра, а сейчас. Не перегружайте время. В графике оставляйте небольшие карманы, что называется, на всякий случай. Рабочий день начинаете с решения трудных задач. Откладывайте на потом, рискуете перенести задачу на завтра, а может быть на послезавтра. И так до бесконечности. Отвечайте на сообщения и письма сразу. Эта привычка выдает вас, профессионала. Делу время обучению час. Несмотря на плотный график, повышение квалификации – вещь обязательная. Ну, если вы, конечно, хотите добиться успеха. Но самое главное – работа занимает большую часть жизни. Получайте удовольствие. И тогда вы достигнете любых высот. Как мне нравится это здание. Вот с этой надписью для радиокомпания «Крым». Действительно место, куда хочется любить. Какое-то знакомое место, такое где-то, знаешь, в каком-то из наших сюжетов я уже его видел. Это я, конечно, что. Правильную фразу сказал Никита. Главное от работы – получать удовольствие. Но у меня есть интересные новости. Вот кто не смог получить удовольствие, так это посетительницы одного феминистского кафе в городе Петербург. Казалось бы, столица культурная, а произошло не совсем красивое событие. Ты знаешь о нем, Саша? Я знаю в этом событии, считаю его абсурдным и точно не занимаю позицию девушек. Но даю тебе возможность рассказать об этом. Ага, вот так, значит, Саша. Смотрите, как Саша делает. Она немножечко вносит интригу, а потом груз ответственности рассказать все правильно и точно переносит на меня. Ну, смысл какой? В определенные часы дня в кафе феминистской направленности вход мужчинам воспрещен. Причины, конечно же, у каждой женщины индивидуальные и свои, но в целом они вот такой конгломерат. Устроились, согласились на этом. Джентльмены, которые очень сильно хотели поздравить девушек в 8 марта, это какая-то социальная организация тоже, проигнорировали запрет на вхождение на территорию и с цветами наголо ворвались в кафе. Поздравить девушек. Конечно, во что? В ответ на тюльпаны они встретили газовые баллончики в лица. День меры, конечно, радикальная, и оправдать такое можно с трудом. Но с другой стороны, не стоит лезть туда, куда тебя не зовут. И за закрытые двери, когда ты не прошлый гость, заходить не стоит, какими пожеланиями ты не руководствовался. Ну, конечно, может быть, это, конечно, какая-то провокация со стороны молодых людей, но, насколько я знаю, я тоже внимательно читала тут новость. Это потому, что она меня немножечко так вот подраззадорила и разозлила. Потому что эти молодые люди, даже перед тем, как зайти в кафе, они даже обувь сняли, разулись, и, то есть, всячески показывали свою доброжелательность. Я тоже смотрела видеозапись, и они говорят, что, девушки, мы просто хотим вас поздравить в 8 марта и уйдем. Конечно, да, я тоже видел видео. Ребята не вели себя агрессивно в принципе, но тут вопрос не в агрессии, вопрос в зоне комфорта. Я думаю, что каждому из нас знакома ситуация, когда кто-то вторгается в нашу личную жизнь с максимально благими намерениями. Мама, которая заставляет надеть шапку, когда ты идешь на морозе, а ты только-только поставил прическу, и никакая шапка тебе сейчас не нужна. Или друг, который пытается растормошить тебя, когда ты спишь после вечеринки, потому что вы куда-то опаздываете, что-то такое, но есть забота, все-таки, которая необходима, а есть забота, с которой можно потерпеть и поздравить в те часы, когда зайти можно. Ведь мужчинам в это кафе заходить было можно, можно было дождаться и прийти и сказать, что, девушки, мы уважаем ваше личное пространство, мы пришли тогда, когда нам можно, мы просто хотим поздравить вас с праздником солидарности. Во всем нужно знать меру, Саша, я думаю. Да, ты абсолютно прав. А нас уже ждет гость, поэтому мы двигаемся дальше в нашем эфире. И у нас в гостях сегодня Николай Коновалов, это директор муниципального бюджетного учреждения «Город». Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Утро. Снова рады вас видеть. Ну, наверное, начнем с того, что беспокоит людей. Знаем, что сейчас улица города, да? Ремонтируем? Да. А где именно сейчас идут? Ну, сегодня мы начали уже широкомасштабный явночный ремонт. Вот, закончили Ялтинскую, сегодня ночью закончили Севастопольскую, там, участок от Кирова до Чехова. Вот. Переезжаем сегодня на Победы. Толстого улицу сделали уже. Ну, и мелким, вторая бригада, нашим мелким явночным ремонтом. Карла Марса сегодня заканчивает. Дальше переходим на элеваторную, работаем на генерала Васильева. Да, то есть... Работы по графику у нас здесь стоят? Да, работы по графику, то есть у нас есть перечень улиц утвержденных, по которым мы работаем. А много вообще улиц, вот золотая, скажем так? Улиц, так сейчас не скажу, а 19 тысяч с половиной квадратных метров будет сделано. Это только Симферополь, наверное, да? Да, это достаточно. Это Симферополь, да. Да, конечно. Ну, я хочу сказать, вот бывает такое, еду я по городу, особенно какое-нибудь кольцо захожу, и как вспомню, ямочный ремонт мелкий, потому что прямо очень сильно его не хватает. Надеюсь, что особенно на главных магистралях, да, ямы будут заделаны в первую очередь. Конечно, мы уже заделали, допустим, ямы на Куйбышевском кольце. Это замечательно. Потом сделали Киевскую улицу, вот победы, мелкие ямы. С 15-го числа мы начнем работать с струйноинъекционным методом, это более совсем мелкие трещины, там ямки будут заделываться. Как шприцом получится, да? Да, да, да. А так можно, да? Конечно, это метод есть такой, им работают многие и на Западе, и в России. Ну, это хорошо. Жалко, что так открытые люки заделать нельзя, если сейчас, знаете, подъехал и чпульку установил, как заклепку крышком. Кстати, об этом, между прочим, наши корреспонденты вышли в город и поговорили с гражданами. Что же они думают о проблеме открытых люков? Нет, немного, но самое обидное, когда на дороге это происходит, когда едешь в маршрутке, и она пытается объехать какую-то... Маневрирует. Да, нарисовался люк вдруг, отсутствие, точнее, его. Ну, на центральных улицах, слава богу, все в порядке, а чуть дальше, конечно, там ужасная ситуация. Просто и бетонные блоки, и деревянные щиты, и чего только нет. А кто должен знать, что это... Ну, коммунальное хозяйство городское, я так полагаю. Много есть, на дорогах есть. Ну, честно сказать, я не встречала. Ну, как тоже, как наши власти города, ну, муниципал, как-то. Не то чтобы открытых, но часто люки не совпадают с поверхностью асфальта, и поверхностью дороги. Вот это странно. Я думаю, что это должно быть исправлено. Кем, не знаю. Я очень редко бываю в городе, но это, наверное, это бич нашего времени. Это очень опасно, особенно в темное время, например, да вообще, особенно если ездить, очень опасно. На Севастопольской вроде бы есть парочка-троечка. Вот прошла по центру, вроде я не видела, а на периферии. Ну, я так думаю, кто там, кто-то у нас, кто ЖЭКи или кто-то должны, чтобы люди руки-ноги не ломали. Вот такая ситуация с люками. Ну, а вообще, что делать, если мы видим люк открытый, куда обращаться, и как быстро мы можем рассчитывать на то, чтобы закрутить? Потому что я тоже знаю два места, где есть открытые люки. Ну, у нас на предприятии это люки, только ливневые канализации наши. Там есть и водоканалы, есть и связи. Вот, люков много, и разные хозяева. Вот, а так у нас есть диспетчерская служба, это плюс семь, девять, семь, восемь, девятьсот десять, пятьдесят четыре, сорок пять. То есть она принимает все заявки. По ямам можно позвонить, да, если ты нашел какую-то яму? Да, можно позвонить, запишем и будем реагировать. А есть вероятность того, что, допустим, если надоела мне яма какая-то на улице Воровского, и я буду звонить и говорить, что нужно? Какая-то яма, на улице конкретная. Я знаю, что я подозреваю, что там. У нас только уличная дорожная сеть, поэтому во дворах мы не делаем, а только... Нет, про дорогу, про дорогу. По дороге, да, можно, в принципе. Да, потому что есть у меня там одна. Да, есть, которая, видимо, Саша, возможно, сама и выкатала эту яму, да, там была трещина. Это же две сплошные, и ты едешь на разворот, когда проезжаешь по роддому, и в общем... Нет, мы на это все реагируем, поэтому мы даже то, что где-то на окраинах есть ямы, которые мы не асфальтом, а просто отфазированным материалом подсыпаем, чтобы выравниваем, чтобы ям не было таких. Есть еще интересная такая вещь на дороге, видимо, крупногабаритный транспорт летом выкатывает колеи. Вот прям, особенно на железнодорожном вокзале такое было, где автобусы выезжают. Что с этим делают? Это как-то засыпают или тоже... Нет, это срезали, мы в этом году срезали это все, но там будет капитальный ремонт. Это основание, нужно менять дороги самой. Ну, то есть, в принципе, дорога может выдерживать крупные габариты, если сделано хорошо, да, то оно никуда не будет. Совершенно верно. А то бывает интересно, едешь, и как на рельсы стал, просто буквально, и несешь, да? Есть такое, да. Ну, вот сейчас у нас происходит ямочный ремонт на дорогах улиц города Симферополя, а капитальный у нас предусмотрен? Ну, да, да, предусмотрен капитальный ремонт, там очень много улиц будет в капитальном ремонте. Но мы не занимаемся капитальным ремонтом. Ну, я знаю, знаю, но я уточняю на всякий случай, когда... Ну, будет, будет, много будет. Ну, и пока у нас старый вопрос, если ямочный, опять же, добирайся на работу, мы ее пользуем сегодня, возможно, с вами пообщаться. Старый город, и тоже будет ямочный ремонт? Там будет капитальный ремонт, там будет. На нескольких улицах там будет капитальный ремонт. Это, по-моему, Краснознаменная, там самая длинная улица будет отделаться капитальный ремонт. Поэтому в прошлом году сделали нижнее госпитальное, Чехово. Да, да, да. То есть будет, будет. Ну, там было бы хорошо, если бы там еще мало того, что отремонтировали нижнее госпитальное, а паркуются, она же узкая достаточно. И паркуются так, что приходится разъезжаться, не пойми вообще, каким образом. Да, я вообще хочу сказать насчет старого города. Был себе недавно удивлен, вот этот ремонт был на улице. И по старой привычке заворачиваю, уже просто вжимаюсь в руль, готовясь к ямам, что сейчас подресет, а меня на ровное полотно выкидывает. Я вам все-таки честно, я был уверен, что я не туда повернул просто. И пока не порвал, что те самые дома, что нужны, думал, что ищу дорогу. Правда. Ну, поэтому, да, действительно, делалось. Будет делаться, в этом году, в высоком случае, будет много сделано. Ну, будем надеяться и ждем очень, потому что с радостью Симферопольцы воспринимают такую инициативу, даже если нужно подождать, объехать, и к всем этим пробкам, мне кажется, относятся с полным пониманием. Если есть чего ждать, и если мы действительно видим, что это работает и выражается вот в ровных дорогах, вот в ровном полотне, которому лично я удивился, конечно, можно немного и потерпеть. Спасибо вам большое за беседу, за то, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что с нами был директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Николай Коновалов. Спасибо вам большое. Спасибо. О ямах, к слову говоря, можно узнать не только подавая заявки, точнее сообщить. Многие жители Симферополя, да и Крыма в целом, обожают выкладывать видео в сеть с ямами, с пробками, с какими-то счастливыми или не очень счастливыми пешеходами. О том, что же произошло за последнее время, прямо сейчас. На этом видео молодой человек пытается указать водителю БМВ на неправильную парковку. И у него почти получилось, правда, не без ущерба для себя. В комментариях героя назвали несокрушимым велосипедистом. А этот водитель решил виртуозно объехать пешеходный переход. Хорошо, что без последствий. В комментариях настоятельно советуют отправить этот ролик в ГИБДД. Товарищи водители, помните, что ваши нарушения могут зафиксировать не только камеры мобильных телефонов, но и видеорегистратор соседнего авто. Скучно на работе. Так назвал это видеоавтор. Работник автомойки в какой-то момент решил пошутить над напарником и окатил его водой из шланга. Но напарник не растерялся, догнал шутника и вылил на него ведро воды в ответ. А как вы развлекаетесь на работе? Эта женщина, по словам автора ролика, не раз пыталась расплатиться фальшивой купюрой в тысячу рублей. В комментариях мнения разделились. Кто-то советует обратиться в полицию, а кто-то напротив. Утверждает, что себе дороже. И рекомендует попросту сжечь фальшивую бумажку. Уважаемые продавцы, будьте бдительны. А эту моль в цукатах продавщицы из супермаркета в городе Саки вернули обратно на прилавок. Тем самым проигнорировав просьбу покупателя выкинуть упаковку с насекомым. Хорошо, что вовремя заметил и не принес это домой. На этих кадрах участок дороги Симферопольского района по направлению в сторону села Денисовка. Чуть меньше года назад здесь срезали часть асфальта. Видимо, хотели провести ремонт, но так и оставили. Теперь возле старого консервного завода проехать невозможно, жалуются местные жители. И не мудрено, после поездки по такой дороге автомобилю может потребоваться ремонт. И вот вам еще небольшое видео. На этот раз про животное, которое вы можете взять домой, тем самым подарив ему тепло, уют и семью. Большой Барни мечтает о семье. Умный, рассудительный и приветливый. Его любят все и взрослые и дети. Кто с ним знаком, говорят, свой в доску. Давайте исполним его мечту. Звоните. А мы вот в пятницу уже рассказывали, как раз таки 7 марта, 8 марта, да, пятница? Ну, конечно. Рассказывали, значит, не в пятницу, а в четверг. Мы в четверг, да, в пятницу мы, как положено, отдыхали. Немножко запуталась. Мы рассказывали, что уже две собаки, которых мы регулярно показываем в рубрике «Ищу дом», уже обрели свой дом. Поэтому благое дело можете сделать вы. И вот Барниш можно так вот обнять, как-то взять и уже не отпустить. Я тебе скажу, судя по фотографиям, там Барни может обнять и уже не отпустить. Ну, в хорошем смысле. Действительно, обычно мы таких вот маленьких собачек пытаемся пристроить, знаешь, звоночков, как их называют в народе, которые охраняют дом тем, что зовет хозяина, чтобы тот охранял ее. А вот Барни и внушительный пес, я думаю, он может быть и верным другом в плане помощи по хозяйству. Не знаю, там, как в фильме известном «Бетховен», да, носить приспособления, ведра, носки, тапки. Но это не обязательно собака, не обязательно слуга, а в первую очередь друг. А вот какая уже между вами дружба, тут вам только вдвоем решать. Ну, я тоже очень люблю, кстати, именно таких больших собак. И у меня в детстве такая была, поэтому мы с ней как по улице гасали, как говорится, таким простецким словом. Там папа все ругал, что я все в шерсти, я домой обычно прихожу. Знаешь, я тебе скажу, что без собаки и негацайт, но сейчас прогулочным шагом по городу ходит Алиса. И она с прямым включением выйдет сейчас к нам и порадует нас, расскажет, что там по погоде, что вообще вышло, встало ли солнышко, да, потому что мы сидим, у нас тут окон, к сожалению, нет. Доброе утро, Алекс. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро еще раз. Очень приятно вас видеть в этот понедельник. Я хочу вам сказать, что вас ждет на улице очень приятная погода, потому что сейчас температура воздуха плюс 9, и она будет повышаться. То есть в нем нам будет составлять плюс 12. Сейчас на небе небольшая облачность, и даже есть мелкий дождь, поэтому если вдруг вы выходите прямо сейчас на работу, то, возможно, вам пригодится очень зон. Но если вдруг вы его не взяли с собой, то хочу вас обрадовать, потому что днем никакого дождя не обещают, обещает облачность, а вот к вечеру уже будет солнце. В целом температура будет сегодня плюс 12, а вот с завтрашнего дня начнется небольшое холодание, потому что придет к нам воздух с Балкана, поэтому ночью, во вторник и в среду в Симферополе температура воздуха будет опускаться до минус 4. Что самое удивительное, что в понедельник начнется глобальное потепление, температура воздуха будет составлять до плюс 17, так как мы уже видели, до субботов. И было очень необычно именно тот факт, что самая теплая погода была именно в Симферополе, а вот на южном берегу Павла как раз сохранялась более прохладная температура, и в эти выходные она была плюс 14, и эта тенденция сохранится и на всю неделю. То есть в Ялте будет холоднее, чем в Симферополе, как бы это необычно не звучало. Сегодня уже можно подводить итоги о том, что же хотели получить женщины в прошедший праздник, Международный женский день. 90% женщин хотели получить тур-путевку, получило только 3%. Это говорит только о том, что, видимо, к следующему дню нам нужно хорошенечко подготовиться и подарить самим себе желанный отпуск. Ну и хочется напомнить, так как я нахожусь рядом с кинотеатром Симферополь, и это действительно знаменитое место по продаже цветов, именно переход, там еще остался очень большой выбор, очень много цветов, и вдруг мужчины, хочу вам напомнить, если вы не забыли, то женщинам можно дарить цветы в любой день недели, вне зависимости от праздника. Там еще очень большой выбор, поэтому, если вдруг вам нужно, а я вам искренне советую это сделать, то можете обращаться. Спасибо, Алиса. Спасибо, Алиса. Вот так незаметно и гладко Алиса намекает нам на то, что женщинам, а я подчеркну, любимым людям, цветы, хотя этот подарок любят не все, можно дарить в любое время. Точно так же незаметно и гладко я намекаю вам на то, что у нас для вас есть следующая рубрика. Покажем вам о том, что же там интересного происходит в сети. Практически сказочный сюжет. Правда, тут не принц, а серый волк. Да и украл он у спящей красавицы не поцелуй, а кусочек хлеба. Тоже верно, кто не работает, тот не ест. Удивительно, что пропажа малышку ничуть не разбудила. Бывают, конечно, и более воспитанные питомцы. На видео пара енотов выпрашивает у хозяина угощение. Казалось бы, немного покрутиться и дело в шляпе. Но, как всегда, найдется и более наглый полоскун. Интересно, кому в итоге досталось лакомство. Только купил батут своей дочери. На видео с таким названием радостный ребенок бегает вокруг заветного подарка, но никак не может найти вход. Главное – энтузиазм. А там немного терпения и заветная цель будет в руках. Чего героя следующего ролика не отнимать, так это ловкости. Он с легкостью подхватывает арбузы внушительных размеров, изящно укладывая их в корзину. Кстати, арбуз – это никакая не ягода, а тыквина. На заметку пешеходу. Штаны героя следующего видео причудливо меняют цвет. Никакого секрета здесь нет. Все дело в специальной светоотражающей ткани. Она фактически полностью рефлексирует цвет фар. Очень удобно на дороге, а главное – безопасно. Не хуже цвет отражают и некоторые жители пустыни. На видео показано, как легко обнаружить скорпиона среди песков. Дело в том, что хитиновый панцирь шленистоногого хорошо подсвечивается ультрафиолетовым фонариком. Но лучше с таким вообще не встречаться. Было ваше, стало наше. Инициативный болельщик практически силой отобрал клюшку у одного из игроков канадской команды по хоккею. После совершенного злодей быстро затерялся в толпе. Не верится, что это просто случайность, так как реакция спортсмена говорит сама за себя. Не стоит брать чужого. Кто-кто? Конь в пальто. Правда, не один, а целых два. И заснежный зимний пейзаж, по всей видимости, им не по душе. Жеребцы спешат вернуться в стойло, и их можно понять. Я при такой метели бы тоже не... Да я смотрю на этот холод, вспоминаю, что там говорила Алиса про то, что ненадолго похолодает, и прям думаю, нет, пожалуйста, не надо. Благо сейчас еще тепло, сегодня даже вот, несмотря на пасмурное небо, видно солнышко. А знаете, откуда мы это знаем? А мы знаем много чего. И даже не только знаем, но и можем и показываем. Говорим, показываем. Подглядываем, да, говорим и показываем, да. Прямо сейчас мы смотрим на Екатеринский сквер. Например, вот там вот слева ходила и стримила Алиса. Возможно, мы сейчас поймаем ее бегущей на следующую локацию. Хотя, правда, ни одного из наших стримеров мы еще ни разу так и не увидели. С Алию недавно. Вот так через веб-кер. Да, да. Она только отвела, и сразу, ребят, по-моему, Саша Ткачев... Ой, не Саша Ткачев, Никита с Алисой, да, были. А, вот какие. Ну, это надо вовремя уметь подключиться. Конечно, таких навыков у меня еще нет. Но что мы зато видим? Мы видим, что... Вот, Саша, удивительно, нету пробки. Нашей традиционной пробки на Екатеринском сквере на улице Ленина, которую я смотрел и постоянно говорил, что вот уже перед кольцом, видимо, все-таки кто-то решил взять выходной себе еще и в понедельник. Но иначе как это объяснить, я не знаю. Ну, зато мы понимаем, что насколько светлее становится уже заранее, что мы точно никого не обманываем, потому что мы говорили, что еще буквально часов в 7 утра уже сегодня светало, и мы наслаждались и пением птиц, и уже появляющимся более-менее солнышком, и вообще получаешь уже колоссальное удовольствие только от того, что ты добираешься на работу, конечно, особенно если ты идешь пешком, потому что это и полезно, и приятно, и для фигуры, и для души. Да, а еще приятно посмотреть, что там в Керче. Например, в Керче сейчас ничего, судя по всему, потому что людей на площади нет. Мне кажется, правда, Крым спит немножко. А еще у меня такое ощущение легкое, может быть, кажется, что что-то морось какая-то есть, да, легенькая? Ты знаешь, вот визуально действительно есть такое ощущение, что пограничное состояние между зимой и весной. Вот как будто бы зима, знаешь, ненадолго решила такая, нет, подождите, и я еще не все сказала. Это потому что эти голые деревья, они по-другому вообще никак не настраивают. Да, 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 но поверьте, уже совсем-совсем рядом вот эти самые теплые деньки, когда ты решаешь пройтись по парку вместо того, чтобы ехать на машине или на маршрутке. Я вот прямо их уже чувствую. Знаешь, честно, навеивает воспоминания в первую очередь со студенческими годами почему-то, когда вот шел домой после пар пешком. Никуда не спешишь, идешь и наслаждаешься. Мне кажется, в студенческие годы вообще никуда не спешишь, а еще вот мы с подружками уже договорились, что как только посветлеет, у нас закончится эта зимняя спячка наконец-то, потому что приходишь с работы домой, кутаешься в одеяло, и может быть, что-то на ужин вкусное приготовишь, но точно не собираешься выходить на улицу. И вот мы уже ждем момента, когда мы будем выгуливать вещи. Есть цитата, как говорит моя лучшая подруга, что пора бы уже выйти хотя бы по городу прогуляться, не то чтобы съездить куда-то, например, к морю или просто на центральную площадь. Вот на центральной площади кого сейчас только нет. Во-первых, посмотри на эту небольшую пробку. Видимо, она с улицы Ленина на проспект Кирова переместилась. Ну не страшно, ничего, еще время есть. Я думаю, все во время доедут. А главное, что люди ходят на площади. Видимо, в Керчи люди еще спят, отдыхают. Возможно, им так можно по работе, не знаю, может там день рабочий позже начинается. А у нас уже по чуть-чуть, потихоньку идут на работу. Ну у нас и птички летают, и люди у нас как птички ранние просыпаются, бегут по делам. А я вот вижу башню нашей радиокомпании. Да, можно, да. Вот было бы у нас окошко, помахали бы и сами себе посмотрели. Вообще это все удивительно. Технологии такие используем. Вот в HD качестве фактически. Прямо сейчас смотрим, что происходит в настоящее время так далеко от нас, что глазами не увидеть. Телевидение, конечно, позволяет увидеть гораздо больше, чем может один человек, вот сидя дома, разглядеть сам. Технологии удивительные. А самое главное, что они вырастали, эволюционировали постепенно. Когда-то телевизор был совсем другой. А сейчас он такой, каким его видите вы. Об этом предлагаю поговорить в нашем следующем сюжете. 60 лет для крымского телевидения – настоящая история о жизни и любви к своей профессии. Когда зритель – судья, которого обмануть не получится. Он видит все и ценит искренность. Телеканалы «Первый крымский» и «Крым-24» вещают не только на полуострове, но и за его пределами. Новые проекты, за которыми следят глаза миллионов, запускаются один за одним. Тайны Черного моря теперь не будут загадкой. Сергей Денисов в программе «Голубой континент» погружается, открывая для нас секреты морской пучины. Экипаж и пассажиры были эвакуированы на шлюпках, а пароход затонул на глубине порядка 50 метров. И если один заглядывает в трюмы подводного крымского мира, то другой достает секреты из политических сундуков мировой арены. В программе «За бугром» Дмитрий Михайлов и Денис Батурин обсуждают дипломатические интриги и ноты протеста, локальные войны, цветные революции, санкции и гуманитарные интервенции. Слоган «Будьте готовы ко всему». И в этом стоит разбираться. Тем каждую неделю огромное количество. Приходится выбирать. На этой неделе, предположительно, мы будем снова говорить о ситуации в Венесуэле, о новых санкциях, которые принимают сегодняшние штаты против России. И весьма вероятно, что об украинских делах, потому что там очень много скандальных новостей приходит. Тем более, что выборы происходят на Украине. Выбирательная кампания президентская. Готовы ко всему и обсуждают острые темы каждую пятницу. В эфире вечернего бескомпромиссного социального ток-шоу «Жестко». Две стороны придерживаются противоположных взглядов и отстаивают свое мнение в прямом эфире больше часа. Главный арбитр в ринге Елена Гемельянова. Но это вечером. А с 7.00 в редакции самого раннего шоу на полуострове «Утро нового дня» совсем не жестко, но не без изменений. В новом формате работает и «Утро нового дня». Поменялся не только состав ведущих, но и формат подачи материала в ЦЕРЛ. Вот, например, наша коллега Салия Салямова сразу после утреннего эфира бежит на вечерний перехват. А вот Александр Ткачев, редактор программы «Доктор Левин» и ведет медицинскую рубрику. По четвергам обязательно на радио «Крым» обязательно звоните и дозванивайте. Задавайте свои вопросы. Саша будет очень ждать. Саша, скажи, пожалуйста, над какой темой вы сейчас работаете? Я не только буду ждать, я еще буду очень рад, если телезрители позвонят мне в программу радиотерапия. А сейчас конкретно мы работаем над несколькими программами с доктором Левиным. В программе «Доктор Левин» простым и доступным языком делятся секретами идеального здоровья. Отдельное внимание уделяют и душевному самочувствию. Но уже в эфире совсем другой программы, а точнее ток-шоу. Реальные герои с реальными историями. Тяжелые темы в легкой подаче. Он мне говорил, я и с ней сплю, и с тобой сплю. Чад девчатнее ставит равнодушной женщин всех возрастов. В ней затрагиваются самые животрепещущие темы. Например, мы мало с кем можем поговорить о наболевших темах, наболевших вопросах. При этом, чтобы наше лицо никто не узнал. А в программе мы можем встретить такие же случаи и ситуации, которые случались буквально с каждой. Но она боялась об этом заговорить. Откровенные разговоры и эксклюзивные интервью скоро можно будет увидеть и в программе, которое пока только рождается. Инструменты. Самое интересное о тех, кто знает, как добиться своего. Они востребованы и успешны в разных сферах жизни. Но всех их объединяет то, что свой успех они создают своими руками. Оксана Куприянова расскажет, с помощью каких инструментов они это делают. Стильный, успешный и вдохновляющий. А пока Оксана Куприянова говорит об инструментах успеха, Александр Макарь в прямом эфире поднимает самые сложные и топовые темы, как крымской, так и федеральной повестки. Чего стоят только видеоанонсы Александра. Слышь, парень, иди сюда. Конфеты нужны? И импортные? Контрабандные. В этой студии проходят прямые эфиры. Сегодня мы попали на вечер лайв с Александром Макарем. Саша, здравствуй. Привет. Какие темы вы затрагиваете сегодня? Ну, обсудим то, что обсудим. Я всегда так говорю, потому что новостейная повестка, она очень динамичная, и зачастую поводы очень быстро меняются. Чем вечернее интервью отличается от утреннего? Ну, на вечерних интервью больше хочется спать. Но на самом деле, вечернее, допустим, я как сова, мне больше нравится работать вечером или ночью, поэтому это все происходит более динамично. К тому же атмосфера, она более уютная и располагает к живому общению. Развлекательные и информационные ток-шоу, авторские программы и даже сериалы. Закупается много нового контента. Телерадио-компания «Крым» работает для каждого зрителя. Это делается для того, чтобы крымские телезрители, в полном объеме могли смотреть различные передачи, различные направленности. То, что касается новых программ, да, мы делаем новые программы, мы смотрим и отслеживаем, будем говорить, отзывы телезрителей. 60 лет – это только начало. Впереди долгая дорога, по которой впервые поехали юбилейные троллейбусы с портретами наших ведущих. Ольга Литвиненко, Анатолий Агейв, Александр Стороженко, Андрей Заричный. Утро нового дня. Так незаметно для нас с интересом прошел час, первый час нашей программы. Впереди еще один в прямом эфире на Первом Крымском и Крым-24. Кто-то из телезрителей уже собрался и убежал на работу, а кто-то только просыпается вместе с нами. У кого-то эта утра, правда, только начинается, и мы хотим, чтобы она была бодрой. Мы напоминаем, что сейчас 8 часов утра, и тем людям, которым все-таки нужно сегодня бежать на работу, лучше уже просыпаться, вставать, заваривать вкусный, готовить себе вкусный завтрак и заваривать вкусный чай. А мы сделаем все возможное, чтобы утро прошло бодро, эффективно, информационно. Кстати, об этом можем же рассказать про новости. Можем рассказать про новости, потому что новостей действительно сейчас немало. Даже есть одна такая резонансная немножко, что правительство Севастополя разрабатывает проект, в котором предусмотрены штрафы за неопрятные фасады. Ну, то есть нужно следить не только за убранством своего жилища, но и за наружным видом его. Ну, а если говорить о других новостях, то вчера было прощено воскресенье, и в последний день масленицы православные, доедая праздничные блины, спешат в храмы. Все друг с другом должны примириться, чистого сердца, простить своих обидчиков и постараться сохранить мир в душе все 40 дней Великого Поста. О традициях прощенного воскресенья Юлия Орлова. Почему люди должны друг друга прощать? Вопрос отнюдь не философский, а вполне житейский. Церковь посвятила этой проблеме отдельный день, прощенное воскресенье, последний, масленичный, перед Великим Постом. Вот ныне, в преддверии спасительного пути, мы вновь и вновь слышим призывы прощения друг друга, как и Бог во Христе Иисусе просил всех нас, а также к примирению, которое является условием достойного проведения наступающего Великого Поста. Очень многие полагают, что отказавшись на 40 дней от колбасы, зельца, молока и яиц, совершают главное дело постника. Разве это важно во время Святой Четыридесятницы? Иоанн Златоуст говорит о том, что не нужно мериться, сколько недель каждый постился. Нужно в конце поста сказать, что вот у меня был враг, и я с ним примирился. У меня было 10 друзей, сейчас у меня еще больше друзей. Вот это будет правильное расположение. По традиции в этот день после богослужения читается Великопостная молитва Ефрема Сирина, которую так возвышенно вдохновенно облег в поэтические строки Александр Пушкин. «И дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждение». И совершается чин прощения. Все винятся друг перед другом, желая в предстоящие дни сохранить это светлое покаянное чувство. Мы все вступаем в Великий пост с таким намерением исполнить все, что Господь от нас хочет. И по слабости своей, кто как может, тот так и исполняет. Когда на Пасху читают слово приветственное Иоанна Златоуста, там сказано «Радуйтесь все, и кто постился, и кто не постился». А Господь, как известно, и намерение целует. Юлия Орлова, Андрей Псом, Юрий Рябов, Новости 24. Ну и «Крымская весна. До и после. История из первых уст». Депутат Госдумы России Наталья Поклонская презентовала свою книгу в Ливадийском дворце. Первый тираж составил полторы тысячи экземпляров. В издании опубликованы эксклюзивные сведения и фотографии из личного архива. Больше расскажет Анна Нечуговская. Переворот на Украине «Крымская весна». В этой книге не только рассказывается о возвращении полуострова в родную гавань. Личным эмоциям, переживаниям и где-то даже страху тоже есть место. Опубликованы рассказы и эпизоды жизни Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы, которые ранее не предавались огласке. К примеру, указана такая ситуация, когда мы еще только переехали в Крым, строили дом. И я уже окончила школу, нужно было поступать, поступила. На учебу надо было зарабатывать, поэтому я зарабатывала. Продавала пирожки на пляже, ходила. Я не стыдилась работы. Нам с сестрой приходилось помогать по хозяйству. Как мы доили корову. Как мы вообще выживали. Наталья Поклонская рассказывает в книге и о работе в Государственной Думе России. В частности, о деятельности антикоррупционной комиссии. Исходя из той информации, которая поступила на мое имя, на имя председателя комиссии, о нарушениях, якобы допущенных депутатами, эти нарушения были указаны в книге. Всего лишь четыре вида. Книга «Крымская весна. До и после. Из первых уст» написана Натальей Поклонской и ее мужем Иваном Соловьевым. Наталья Владимировна вспоминала. Мы какие-то общие темы поднимали, а потом записывали это все. Тем языком старались, чтобы это было интересно, увлекательно, доступно, без вот этого птичьего языка юридического для всех. И последние две главы действительно написали друг о друге, потому что было очень много вопросов у нас, о нашей истории, о нашей жизни. И для того, чтобы вакуум такой, который был информационный, его восполнить, чтобы там не было никаких недомолвок, не было никаких домыслов. Мы написали друг о друге действительно о своей истории, о нашей семье, о ее зарождении, о том, как мы вот дальше идем вместе. На презентацию в Ливадийский дворец пришли крымчане, которые интересуются работой Натальи Поклонской в должности депутата Государственной Думы России, а также самые близкие и родные люди. Очень интересная книга, очень-очень интересная и читается очень-очень легко, с удовольствием. И мы ее уже почти прочитали за один вечер. Нам она попала только вчера, половину часов до восьми вечера я читал после обеда. До двенадцати яна. Книга «Крымская весна. До и после» состоит из 15 глав. Каждой подобранной фотографией из личного архива Натальи Поклонской. Анна Нечеговская, Александр Смычек, Новости 24, Ливадия. Мне уж фотографии захотелось сделать на таком же фоне, как у Анни Нечеговской, потому что Ливадийский дворец сам по себе уже самый лучший фон для не только презентации книг, а в принципе, мне кажется, для всего на свете. Кстати, про фоны и про фотографии. Правда, не фотографии, а видео засняли жители Камчатки. Там извергся вулкан Шевелуч. Извергся он пеплом. На высоту 6 километров вверх. И это похоже на огромный пепельный гриб. Шесть? Сколько? Да, километров, да. Высота огромная. Это же невероятно. Да, да, да. И это просто огромный фактически ядерный гриб. Я представляю, что подумали люди, проснувшись утром, увидев на горизонте огромный гриб из пепла. Пепел сейчас будет оседать, но благо, что не в районе жилых поселений. Прямо кинематографический сценарий. Ну, действительно, кто-то увидел настоящее кино, правда, не в телевизоре и не в компьютере, а прямо в окошке. А вот что можно посмотреть своими глазами на большом экране, да и не только, прямо сейчас расскажем вам мы. На киноэкранах сегодня комедия «Лови момент». В главной роли звезда клипа-экспонат, актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня Рита, амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка, приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется? Смотрите на вечерних сеансах. Покажут и новый фантастический блокбастер «Капитан Марвел» от одной из самых успешных киностудий мира. Впервые за всю историю Марвел героем становится женщина – пилот BBC Кэрол Денверс. Ведущую роль сыграла американская актриса Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка». По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одной из самых сильнейших супергероев в галактике. Кэрол должна противостоять захватчикам, но для начала ей предстоит совладать со своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Детям придется по душе мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», захватывающая история 10-летнего мальчика по имени Гурвинек, обожающего сложные компьютерные игры. Одна из них и становится началом настоящего путешествия для Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки. Мальчик случайно активирует легендарный волшебный диск. Это приводит к невообразимым последствиям. Оживает старый музей, его обитатели и главное чудовище – престарелый кукловод. Сумеет ли Гурвинек спасти родной город и своего отца? Смотрите на утренних киносеансах. Любителям изобразительного искусства советуем посетить Симферопольский художественный музей. Там проходит выставка произведений европейской живописи 18-19 веков. Классические пейзажи, натюрморт в стиле французского барокко, бытовой жанр. Экспозиция познакомит зрителей с полотнами на библейские и античные сюжеты итальянских, нидерландских, испанских и немецких мастеров. Посетители смогут увидеть Мадонну с младенцем Гвида Ренни, Иоанна Крестителя Педро Оренте, Венеру и Адониса Тициана Вичелио и другие работы. Продлится выставка до 14 апреля. Тем, кто придет посмотреть на европейскую живопись, советуем уделить внимание и выставке крымского живописца Адама Катца. Она также проходит в одном из залов Симферопольского художественного музея. Творил Кац во второй половине 20 века. Его кисти принадлежит серия портретов известных деятелей искусств Крыма. Полотна художника познакомят зрителя с образным миром вдумчивого мастера, тонкого ценителя красоты, который смог воплотить эстетический идеал в крымском искусстве. Посетить выставку можно до 21 апреля. На часах уже 8-10. И на самом деле пора, давно пора вставать из своих кроватей, иначе вас оттуда придется стягивать или вытягивать, как лошадь из реки. А такой инцидент недавно произошел в районе Трасс Таврида. И МЧСникам пришлось в буквальном смысле с помощью лебедки и других инструментов доставать лошадь из реки. Но животное не пострадало. Но было, правда, сильно напуганно. А чтобы вас с утра никто не напугал, лучше с вами не проснуться. Главное, что не пострадало. Я прямо представляю эту картину. Это, видимо, действительно похоже на то, как иногда меня можно вытащить из-под деяла. Я тоже обычно сильно напуган, но да. Там лебедка нужна, я думаю, кран. Ну, правда, меня можно поднять и игрушечным краном, что уж там давайте не будем преувеличивать. Но да, вовремя проснуться необходимо, чтобы, во-первых, успеть, во-вторых, потом себя за это не ругать. А то знаешь, как бывает, перед сном говоришь себе, вот, значит, завтра в 8 утра вот так по щелчку. Потом утром говоришь, да ладно, никуда не спешу, и до 9 спишь. А потом ругаешь себя, когда проснешься. Я вчера утром выставляла, ой, вечером выставляла, когда будильник сегодня на утро, я выставила на одно время, потом на 11 минут позже, а потом еще позже на 11 минут. Нельзя так делать, вообще категорически запрещено. Конечно. Я сейчас разбуженших зрителей и расскажу о ценах на топливо. Вот вы меня сейчас услышите и моментально заведете свои мустанги и поедете заправляться. Потому что цены нестабильны, иногда заправиться выгоднее, иногда лучше потерпеть. Посмотрим, что там. Газ 27 рублей 96 копеек. Газ, в принципе, не особо двигается вверх-вниз, но изменения все равно заметны. Все еще самое дешевое топливо на рынке. Дизельное топливо дороже, ясное дело, 51 рубль 31 копейка. А вот 92-й бензин стоит дешевле, 47 рублей 21 копейка. 95-й его главный конкурент. Сколько споров между теми, кто заправляет 92-м и 95-м, просто не сосчитать. 50 рублей 35 копеек. Кто там что не говорит, а все-таки хороший автомобиль стоит заправлять хорошим бензином. Про хороший бензин. 98-й стоит 56 рублей 56 копеек. Вот просто сумма-близнец. Так совпало. Кстати говоря, ходят слухи, что если 98-м заправить автомобиль, который нужно заправлять 95-м, расход только увеличится. Так что это никакой экономии по двум фронтам. И по цене бензина, и в плане расхода топлива. Так, про топливо мы знаем. Теперь самое время поговорить о том, что там на рынке валют. Об этом прямо сейчас вам и расскажу. Там ситуация не менее нестабильная. Дело в том, что на рынке валют все тоже быстро меняется. В этот раз, например, доллар, который стоит 65 рублей 96 копеек за единицу, немного вырос. Что же, для кого-то ситуация, возможно, привычная. Кто-то, возможно, сейчас побежит продавать. А кому-то скажу, не спешите, посмотрим, что будет завтра. 74 рубля 57 копеек стоит единица евро. Ситуация идентичная. Валюта немного подросла. Ну что же, информация полезная, и каждому самому решать, как с ней быть, как обходиться. Саша, вот ты скажи, пожалуйста. Все-таки начала после наших выпусков смотреть, сколько же стоит бензин, когда вы заправляете автомобиль. Нет, мне кажется, я вообще эту обязанность свято переложила на своего супруга. И лучше вообще не буду выходить из машины, разве что только за чашечкой кофе, когда нужно на заправке сходить. Ой, знаешь, на самом деле сходить в магазин на заправке, мне кажется, это отдельный ритуал для всех людей, кто любит ездить за город. Ну, потому что это, знаешь, как неотъемлемая часть. Приключения, путешествия, и это тоже своего рода доставляет какое-то удовольствие. Особенно если ты вдруг решил, обычно в поездках же, пытаешься себя чем-то побаловать. Да. И это всегда какая-нибудь вкусная шоколадка или еще что-то. А вот в этом виноваты владельцы заправок, потому что на заправках обычно тот товар, который в обычном придорожном магазине никогда не купишь. Это что-нибудь интересное, возможно, импортное. Вот, и ты это, да, ты это берешь и думаешь, вот прям как герой кинул. Знаешь, вот эти знаменитые приключенческие фильмы, когда друзья вчетвером едут на автомобиле к девушке через всю страну, чтобы там кто-то сделал ей предложение. Кстати, один из самых популярных жанров фильмов и один из моих любимых жанров. А вот что еще мне очень нравится, связанное с дорогами, так это то, как тщательно и щепетильно крымчане настраивают свои видеорегистраторы, чтобы снять как можно больше всего интересного. Да у нас целая культура видеорегистраторов. Мы собрали самые интересные видео, и сейчас вам их покажем. На этом видео молодой человек пытается указать водителю BMW на неправильную парковку. И у него почти получилось, правда, не без ущерба для себя. В комментариях героя назвали несокрушимым велосипедистом. А этот водитель решил виртуозно объехать пешеходный переход. Хорошо, что без последствий. В комментариях настоятельно советуют отправить этот ролик в ГИБДД. Товарищи водители, помните, что ваши нарушения могут зафиксировать не только камеры мобильных телефонов, но и видеорегистратор соседнего авто. Скучно на работе. Так назвал это видео автор. Работник автомойки в какой-то момент решил пошутить над напарником и окатил его водой из шланга. Но напарник не растерялся. Догнал шутника и вылил на него ведро воды в ответ. А как вы развлекаетесь на работе? Эта женщина, по словам автора ролика, не раз пыталась расплатиться фальшивой купюрой в тысячу рублей. В комментариях мнения разделились. Кто-то советует обратиться в полицию, а кто-то, напротив, утверждает, что себе дороже. И рекомендует попросту сжечь фальшивую бумажку. Уважаемые продавцы, будьте бдительны. А эту моль в Цукатах продавщицы из супермаркета в городе Саки вернули обратно на прилавок, тем самым проигнорировав просьбу покупателя выкинуть упаковку с насекомым. Хорошо, что вовремя заметил и не принес это домой. На этих кадрах участок дороги Симферопольского района по направлению в сторону села Денисовка. Чуть меньше года назад здесь срезали часть асфальта. Видимо, хотели провести ремонт, но так и оставили. Теперь возле старого консервного завода проехать невозможно, жалуются местные жители. И не мудрено, после поездки по такой дороге автомобилю может потребоваться ремонт. А мне интересно, по какой такой дороге и куда поехала Алиса. Замечательная Алиса сейчас в городе, и она может выйти в стрим с прямым эфиром прямо сейчас. И рассказать, что же там происходит. Привет, Алиса. Еще раз здравствуй. Ветер такой, да? Хочется сказать, что сегодня же понедельник необычный. В православной традиции начался великий пост, который продлится вплоть до 28 апреля. Мы тогда просветили праздник Пасхи. И я нахожусь родным с Александром Драневским собором, потому что именно 28 апреля состоится открытие верхнего зала. Сейчас работает только нижний. Сейчас художники уже заканчивают роспись. И я искренне надеюсь, что 28 апреля мы придем и верующий, и, может быть, неверующий придем, потому что любой храм – это все-таки произведение искусства. А сегодня не каноническое название – это «Чистый понедельник». Он начался сразу после прощенного воскресенья. В сегодняшний день рекомендую и верующим, и неверующим приводить в чистоту свой дом именно свои мысли, свое тело. И поэтому избавиться от ненужных вещей, от ненужных мыслей. И не оставить все свои плохие мысли и поступки в прошлом. Сегодня считается, что начинается весна. И погода к этому действительно располагается. Сейчас на улице достаточно тепло, но все-таки есть неприятный ветер, который пришел к нам с Алканского полуострова. И небольшое похолодание начнется. Сейчас на улице идет небольшая дождь, что не мешает все-таки верующимся тропуцам отправляться в травму, послуживание на дорогу за ночами. Ох, ну и ветер там, конечно, не самое приятное, наверное, но все-таки поверим Алисе Насовову. И предположим, что там тепло, просто периодически дует ветерок. Ну, как по мне, не ветерок, так настоящий ураган. Задувает, потому что, по крайней мере, аж помехи. А звук как? Да там так дует, да, что я думаю, что на следующую точку стрима Алиса, как Мэри Поппин, сможет просто полететь и спуститься. И косонт нужен, да? Да, ну почему? Можно расправить еще полы куртки. И при помощи них, как на Винксюте, кстати, у нас даже про Винксюте было однажды видео, можно долететь до нужной точки. Но вообще, мы уже повторимся, ждем весеннюю погоду, ждем интересных новостей. Са, что-нибудь расскажешь? Расскажу. Например, могу рассказать о том, что курить плохо. Но это, конечно, ни для кого не новость. Ничего себе! Американские медики пришли к выводу, что даже у вейпов, после употребления их, повышается риск развития инфаркта и депрессии по сравнению с некурящими людьми. Так что курить плохо не только сигареты, но и всякие курительные смеси, вейпы, потому что говорят, что просто вроде бы, казалось бы, сладкий дым, а нет. Потому что, впрочем, у обычных, конечно, курильщиков риск заболеваний сердечно-сосудистых органов, он гораздо выше, но все равно. Правда, же так как вейпов растут, все-таки помните, стоит, что беречь свое здоровье нужно, и если вы уже, не знаю, я знаю, что когда бросают курить, допустим, семечки покупают, да, какие-то. Да, 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 сразу привычки одни переходят на другие, и нарушение обычного поведения переходит на нарушение пищевого поведения. Вот тебе и парю, где хочу, как говорится, да? А оказывается, нет, нельзя парить, где хочешь, потому что, ну, в первую очередь, вередишь себе, да, и, признаюсь, порядком раздражаешь окружающих. Ну, потому что запах этот сладковатый, он просто все-таки правда, лично меня он раздражает. Это, конечно, личное дело каждого, но я просто не сторонница ни кальянов, ни вейпов, мне кажется, что все это лишнее. Да знаешь, в принципе, когда в общественном месте кто-то что-то из себя извлекает, это не самое приятное, что можно увидеть. И пусть это дым со вкусом, или это пар, ну, пожалуй, что дым, пар бы оседал влагой, я думаю. Ну, нет, по-моему, пар, все-таки это парюжа. Может, это какой-то, может быть, смесь пар, честно, вот настолько не знаком с этой культурой, что даже не могу предположить, что это. Знаю только, что смеси эти на глицериновой основе, но то, что кто-то что-то дышит из своих легких, не самое приятное зрелище личное для меня, и дышать тем, что было уже внутри кого-то, мне хочется меньше всего, хотя я знаю, что мы дышим тем же воздухом, и тот же кислый газ там попадает, но, по крайней мере, этого не видно, и это не так сильно ощущается по вкусу. Вот эти старые, как мир уже, истории о том, что невозможно сходить в кино, кто-то на нижнем ряду сидит, парит, закрывает тебе весь вид, и у тебя 3D-эффект унизала. А у меня, кстати, такого не случалось. Вот у меня тоже не было, видимо, крымская аудитория, ну, достаточно культурная, да, и воспитана, и даже если имеют такие привычки, и делают это где-нибудь дома, аккуратно, накрывшись дьяволом, чтобы никто не видел. Ну, правда, потому что все-таки, тем более кинотеатры, да, в кинотеатрах просмотры, это все-таки коллективные, совместные, и нужно уважать друг друга и стараться, по крайней мере, громко, как их, чипсами, не хрустеть. Слушай, кинотеатры это точно, а вот в театре так вообще нельзя ни в коем случае. Ну, я даже представить не могу, как идет спектакль, и тут поднимается облако клубничного пара, знаешь? Мне кажется, палками такого человека. Да, 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 о театре, не палками, конечно, а наоборот, с радушными объятиями приняли в театре Александра. Давайте посмотрим, что он там делал. Театры не зря называют храмом искусства. За занавесом, как за царскими вратами, творятся настоящие таинства. О чудесах и о тех людях, которые их сотворяют, мы расскажем сегодня. Для зрителя театр начинается с мраморной лестницы и заканчивается бархатным занавесом. И мало кто может представить себе жизнь за кулисами. Сотни человек ежедневно в нескольких десятках цехов трудятся для того, чтобы оживить холодное зеркало сцены и с помощью иллюзии заставить зрителя поверить в сказку. Один из залов этого храма – бутафорский цех. Здесь из ничего рождается все. Довольно сложно представить, как из туалетной бумаги и муки можно изваять античную статую или бронзовую вазу. Сотворить из пакли и веток парфорового слона – на все это способны здешние мастера. Любовь Курганова работает в этих стенах 43 года и за это время освоила все прикладные художественные специальности – от скульптора до витражиста. Мы делаем всю атрибутику для спектакля. Это у нас статуи, это у нас оформление гипсовых всяких элементов на декорацию, это у нас резьба по мебели, это тоже у нас все это, обивка мебели. Есть место и темному таинству. В театре делают мертвецов. Вот это у нас новый персонаж, на новый спектакль. Сделан он у нас из папи-маше, лицо. Здесь он у нас набит синтепоном. Но бутафория – лишь часть театральной мистификации. Для того, чтобы спектакль ожил, без труда работников в следующей мастерской не обойтись. Еще один цех нашего храма – пошивочный. Здесь актеры получают свое облачение. Мы получаем эскизы от художника, и наша задача – воплотить это в ткань. Потом мы начинаем работу с того, что распределяем эскизы между собой, выбираем, кто что шьет. Сам по себе эскиз – условный посыл от постановщика к исполнителю. Линии на бумаге не передают реальное изделие. Все формируется в голове портного. Тип конструкции, обметка тканей, шва – все это сложная задача, которую решают работники пошивочного цеха. Театральный костюм должен быть не только красивым, но и удобным в носке. Артистам на сцене приходится много двигаться. Здесь же, в пошивочном цехе, костюмы и ремонтируют. А что вы делаете? На данный момент я ремонтирую платье. В процессе спектакля у нас бывает меняется. И поэтому мы можем заменить кружево или снять кружево, или что-то другое пришить. После того, как костюмы отшиты, они переходят в следующий отдел, где царит полумрак и прохлада. Мы находимся в костюмерной нашего театра. Здесь хранятся около тысячи костюмов. Конкретно в этом помещении костюмы, которые работают в спектаклях текущего репертуара. Ну вот, к примеру, костюм из учителя танцев Лопе де Вега. Костюмерная – сокровищница театра. В бледном свете электрических ламп мистически блестят парчевые ткани исторических костюмов. Здесь бережно хранят настоящие раритеты. Это один из легендарных наших костюмов из знаменитого спектакля «Королевские игры» художник Злата Цирцинс. Бережливо в специальных шляпных коробках хранится коллекция цилиндров. Еще один цех нашего храма называется живописно-декорационный. Здесь производят весь визуальный ряд спектаклей, который так привычен зрителям. Очень красивая декорация. Поражают размеры этой мастерской. Здесь все гигантское. Высокие потолки, огромные окна, необъятные полотна. Тут пишут задники, декорируют одежду сцены и придают фактуру всей театральной бутафории. Работаю я здесь без малого 40 лет. Вот в этом году бывает 40. И все эти 40 лет я занимаюсь тем, одним и тем же, что делаю большую-большую живопись. У нас не маленькие кисточки, а вот такие щетки, флейцы. У нас не баночки с краской, а ведра. Все начинается с небольших эскизов, которые потом мастера делят на квадраты. Их, в свою очередь, пропорционально увеличивают в размерах до 20 раз. От листа бумаги А4 до задника сцены в 8 на 12 метров. Мы занимаемся имитацией абсолютно всех фактур, текстур, материалов, имитацией дерева, любые виды камня. Также мы можем сымитировать витраж, стекло, любые задачи, которые ставит перед нами режиссер-постановщик. Театр соединяет волшебство искусства с механической поступью настоящего творческого комбината. Творят чудеса обыкновенные люди, имена которых остаются за занавесом. А публике представляются лишь плоды их труда. Александр Ткачев, Анатолий Агеев, «Утро нового дня». Просто прекрасный сюжет. Александру это обязательно скажу, так сказать, тет-а-тет. Потому что много всего нового, интересного. А главное, знаешь, что хорошо в нашей передаче. Мы позволяем зрителям увидеть то, куда вот просто так не попасть. Ну, не всегда же ты после просмотра любимого спектакля попадешь за кулисы и пообщаешься со специалистами, с ремесленниками и творцами, которые делают такую замечательную фурнитуру, да и не только. И при этом проделывают тот объем работы, которым даже не подозреваешь. Поэтому, в принципе, не всегда появится даже интерес вот такой вот, да, скрытый к закулисью театральному. Потому что ты, в принципе, ну, понятное дело, что костюмы шить сложно, что декорации нужно делать. Но насколько это кропотливый и тонкий труд, это, конечно, нужно видеть. Нужно видеть, а иногда и принимать участие. Потому что вполне возможно, вы сможете раскрыть себя в таком вот контексте, попробовать себя. Я знаю, есть любительские спектакли проходят, я знаю, есть даже любительские кружки. А вот с каким объемом еще трудно, да не то чтобы смириться, а какой объем трудно представить, так это объем того, сколько всего происходит в мире. Благо, есть сеть, которая позволяет взглянуть повнимательнее, разузнать, что же там во всяких уголках мира происходит. Прямо сейчас, кстати, вам покажем самое интересное. Практически сказочный сюжет. Правда, тут не принц, а серый волк. Да и украл он у спящей красавицы не поцелуй, а кусочек хлеба. Тоже верно, кто не работает, тот не ест. Удивительно, что пропажа малышку ничуть не разбудила. Бывают, конечно, и более воспитанные питомцы. На видео пара енотов выпрашивает у хозяина угощения. Казалось бы, немного покрутиться и дело в шляпе. Но, как всегда, найдется и более наглый полоскун. Интересно, кому в итоге досталось лакомство. Только купил батут своей дочери. На видео с таким названием радостный ребенок бегает вокруг заветного подарка, но никак не может найти вход. Главное, энтузиазм. А там немного терпения и заветная цель будет в руках. Чего героя следующего ролика не отнимать, так это ловкости. Он с легкостью подхватывает арбузы внушительных размеров, изящно укладывая их в корзину. Кстати, арбуз это никакая не ягода, а тыквина. На заметку пешеходу. Штаны героя следующего видео причудливо меняют цвет. Никакого секрета здесь нет. Все дело в специальной светоотражающей ткани. Она фактически полностью рефлексирует цвет фар. Очень удобно на дороге, а главное – безопасно. Не хуже цвет отражают и некоторые жители пустыни. На видео показано, как легко обнаружить скорпиона среди песков. Дело в том, что хитиновый панцирь шленистоногого хорошо подсвечивается ультрафиолетовым фонариком. Но лучше с таким вообще не встречаться. Было ваше, стало наше. Инициативный болельщик практически силой отобрал клюшку у одного из игроков канадской команды по хоккею. После совершенного злодей быстро затерялся в толпе. Не верится, что это просто случайность, так как реакция спортсмена говорит сама за себя. Не стоит брать чужого. Конечно, я бы клюшку хоккеистов не пыталась бы точно отбирать. Но чтобы пыталась отобрать, так это завтрак, наверное, у какого-нибудь человека, который рядом был завтракал. Потому что уже все-таки нужно не только собираться на работу, нужно плотно покушать, а потом только бежать по своим делам. Сократ, как говорил, завтрак – самая важная часть дня. Потому что в зависимости от того, как плотно и как полезно позавтракаете, так пройдет ваш день. Ну, я же вам рассказываю про топливо, и не зря. Потому что от того, каким топливом вы заправляете автомобиль, зависит и то, как он идет. И тут, конечно, универсальной формулы нет. Согласись, потому что какому-то автомобилю себе нужен 98-й бензин, а какой-то на 92-м отлично идет и совсем справляется. Вот как я завидую своим друзьям, знакомым, которые могут есть что хотят и в любом количестве, и чувствуют себя отлично всегда. У них все усваивается, у них все не идет в жир, у них все образуется, идет либо в мускул, либо, ну, наверное, никуда не идет. Я не знаю, что идет там. Ну, не знаю, со мной тоже этого чуда не случилось. Поэтому приходится тщательно контролировать свой рацион. И, ну что, а все-таки существуют те люди, которых у меня тоже в школе еще называли их ведьмами. Женщины, которые, девочки, которые едят, они толстеют. Конечно, я понимаю, не будем что уж там лукавить. Я тоже тот человек, который может есть достаточно много. Но, пожалуй, что много не в объеме, я имею в виду, а вот разнообразие пищевое. Но, пожалуй, что не все. Все-таки всякие снеки, шоколадки и прочее превращают меня в что-то похожее на очень вытянутый баклажанчик. Поэтому, конечно, следить за питанием нужно. А вот на работе, кстати говоря, это делать, ну, не получается. Не всегда. Конечно, можно брать еду с собой. А я вам скажу, просыпайтесь в 5 утра и готовьте еду с собой. Я пожму вам руку, вы большие молодцы. У меня это не получается. В 5 утра я пытаюсь приготовить себя с собой, чтобы прийти на работу. Чтобы хоть как-то хоть что-то на работу принести. Да, чтобы прийти. Вот. А вообще ведь на работе питаться правильно тоже очень важно. Ну, во-первых, обеденный перерыв. Ты что-нибудь употребляешь. Если это что-то вкусное и полезное, ты чувствуешь, что вот, молодец, постарался, так еще и заряд энергии и бодрости появляется. А это, в свою очередь, поможет добиться на работе успеха. А еще успехов на работе помогут добиться советы, которые подготовил для вас Никита Крылов. Как добиться успеха на работе? Есть небольшие секреты, которые вам обязательно помогут. Записывайте. В ходе работы делайте заметки, а на совещании пользуйтесь диктофоном. Не доверяйте памяти. Она подводит слишком часто. Назначайте деловые встречи в формате прогулок. На свежем воздухе идеи будут сыпаться, как из рога изобилия. А еще это сближает и вас обязательно запомнят. Поддерживайте связи. Ведь никогда неизвестно, какой из знакомств в будущем окажется наиболее полезным. Поздравляйте с праздниками. Особенно не забывайте о дне рождения. Если что-то можно сделать сегодня, делайте. Фитнес, бегать по утрам, пойти к стоматологу. Все это не завтра, а сейчас. Не перегружайте время. В графике оставляйте небольшие карманы, что называется, на всякий случай. Рабочий день начинаете с решения трудных задач. Откладывайте на потом, рискуете перенести задачу на завтра, а может быть на послезавтра. И так до бесконечности. Отвечайте на сообщения и письма сразу. Эта привычка выдает вас, профессионалов. Делу время, обучению час. Несмотря на плотный график, повышение квалификации – вещь обязательная. Ну, если вы, конечно, хотите добиться успеха. Но самое главное – работа занимает большую часть жизни. Получайте удовольствие, и тогда вы достигнете любых высот. Порой с рабочими злоключениями позволяет справиться то, что ждет нас дома. Иногда прийти домой в теплый, уютный, а главное – приятный и такой любимый дом – это хорошая мотивация для того, чтобы провести рабочий день как можно эффективнее, чтобы не пришлось возвращаться, как у меня бывало, кстати, не раз в жизни, когда ты уже пришел домой, возвращаешься на работу. А вот создать такой уют помогают разные вещи. Иногда это домашние жители. Да, и при том, что домашние жители, то есть собаки, кошки, даже попугай, они создают уют и не только дома, а иногда, вот, допустим, на работе, если на работе взять и поставить клетку. Ну, клетка, конечно, что такое нехорошее? Да, вот клетка так звучит, и сразу птичку жалко. Да, и тут как хочешь. А на самом-то деле с нашей погодой в клетке немножко безопаснее, чем без клетки. Кстати, в юности однажды видел волнистого попугайчика, который жил со стаей воробьев. Так вот, да, он жил в стае воробьев. Так вот, самое интересное, что попугаи-то бегают, а воробьи прыгают. И тот попугайчик прыгал вместе с воробьями, он не бегал. То есть он мимикрировал, повторял за ними, пытаясь показать, что, ребята, я хоть и немножко подцветасте вас, но, в принципе, свой. С волками жить, поволчьи умыть, как говорится. Да, таким поучиться у воробьев нужно, потому что, сори на то, что попугай совсем другого цвета приняли как своего. Ну, разве что прыгать попросили. А вот как своего вы можете принять прекрасного пса Барни? Сейчас о нем вам расскажем. Большой Барни мечтает о семье. Умный, рассудительный и приветливый. Его любят все, и взрослые, и дети. Кто с ним знаком, говорят, свой в доску. Давайте исполним его мечту. Звоните 7978-863-1103. Вот такой замечательный, добрый и наверняка любящий Барни. Ну, для того, чтобы это узнать наверняка, сначала нужно прийти с ним хотя бы познакомиться, а потом только принимать какие-нибудь важные решения, например, все-таки брать его к тебе или нет. Ну, а если вы не готовы его приютить, то, по крайней мере, его можно покормить. Вот прийти познакомиться действительно очень правильно. Ну, и, конечно же, покормят его. Это, наверное, пожалуй, самое страшное в покупках через интернет. Знаешь, когда ты не можешь примерить вещи или прижать ее в руках, и поэтому каждый раз нервничаю. Мне кажется, достаточно просто вот в глаза посмотреть, в глаза животному, в глаза собаки, просто в автомобильные фары, чтобы понять, твоя эту машина или нет. Ну да, в автомобильные фары тебе понравятся, а в салон ты не помещаешься, как я в некоторые модели автомобилей не залажу. Да, когда я покупал себе первый автомобиль, половина из них отсеялась просто потому, что когда я упирался ногами в педали, то я коленями в руль попадал. Ну, не коленями, получается. А там, если назад, кресло. Пробовали. Если назад, то сзади меня не сядешь. Машина четырехдверная превращалась в двухдверку моментально. То есть сзади не поместишься. Конечно, это далеко не все автомобили. Это те автомобили, которые на тот момент я мог себе позволить. Поэтому, конечно, смотреть все и выбирать в интернете – это хорошо и замечательно, но нужно еще и приходить, проверять, смотреть. Вот с музыкальными инструментами, либо с кухонной утварью, так тем более. Ну вот нож под себя какое-нибудь, что-нибудь обязательно. Или хорошую сковородку. Да. А с другой стороны, ведь в сети это так удобно. Ну вот можно познакомиться с описанием и быть довольным. Кстати, точно так же заочно ознакомиться с тем, что за 60 лет происходит на нашем замечательном телеканале, мы предлагаем вам прямо сейчас. 60 лет для крымского телевидения – настоящая история о жизни и любви к своей профессии, когда зритель – судья, которого обмануть не получится. Он видит все и ценит искренность. Телеканалы «Первый крымский» и «Крым-24» вещают не только на полуострове, но и за его пределами. Новые проекты, за которыми следят глаза миллионов, запускаются один за одним. Тайны Черного моря теперь не будут загадкой. Сергей Денисов в программе «Голубой континент» погружается, открывая для нас секреты морской пучины. Экипаж и пассажиры были эвакуированы на шлюпках, а пароход затонул на глубине порядка 50 метров. И если один заглядывает в трюмы подводного крымского мира, то другой достает секреты из политических сундуков мировой арены. В программе «За бугром» Дмитрий Михайлов и Денис Батурин обсуждают дипломатические интриги и ноты протеста, локальные войны, цветные революции, санкции и гуманитарные интервенции. Слоган «Будьте готовы ко всему». И в этом стоит разбираться. Тем каждую неделю огромное количество. Приходится выбирать. На этой неделе, предположительно, мы будем снова говорить о ситуации в Венесуэле, о новых санкциях, которые принимают сегодняшние штаты против России. И весьма вероятно, что об украинских делах, потому что там очень много скандальных новостей приходит, тем более, что выборы происходят на Украине, выбирательная кампания президентская. Готовы ко всему и обсуждают острые темы каждую пятницу в эфире вечернего бескомпромиссного социального ток-шоу «Жестко». Две стороны придерживаются противоположных взглядов и отстаивают свое мнение в прямом эфире больше часа. Главный арбитр в ринге Елена Гемельянова. Но это вечером. А с 7.00 в редакции самого раннего шоу на полуострове «Утро нового дня» совсем не жестко, но не без изменений. В новом формате работает и «Утро нового дня». Поменялся не только состав ведущих, но и формат подачи материала в целом. Вот, например, наша коллега Салия Салямова сразу после утреннего эфира бежит на вечерний перехват. А вот Александр Ткачев, редактор программы «Доктор Левин» и ведет медицинскую рубрику. По четвергам обязательно на Радио Крым, обязательно звоните и дозванивайтесь. Задавайте свои вопросы. Саша будет очень ждать. Саша, скажи, пожалуйста, над какой темой вы сейчас работаете? Я не только буду ждать, я еще буду очень рад, если телезрители позвонят мне в программу радиотерапия. А сейчас конкретно мы работаем над несколькими программами с доктором Левиным. В программе «Доктор Левин» простым и доступным языком делятся секретами идеального здоровья. Отдельное внимание уделяют и душевному самочувствию. Но уже в эфире совсем другой программы, а точнее ток-шоу. Реальные герои с реальными историями, тяжелые темы в легкой подаче. Он мне говорил, я и с ней сплю, и с тобой сплю. Чья девчат не оставит равнодушной женщин всех возрастов. В ней затрагиваются самые животрепещущие темы. Например, мы мало с кем можем поговорить о наболевших темах, наболевших вопросах. При этом, чтобы наше лицо никто не узнал. А в программе мы можем встретить такие же случаи и ситуации, которые случались буквально с каждой. Но она боялась об этом заговорить. Откровенные разговоры и эксклюзивные интервью скоро можно будет увидеть и в программе, которая пока только рождается. Инструменты. Самое интересное о тех, кто знает, как добиться своего. Они востребованы и успешны в разных сферах жизни. Но всех их объединяет то, что свой успех они создают своими руками. Оксана Куприянова расскажет, с помощью каких инструментов они это делают. Стильный, успешный и вдохновляющий. А пока Оксана Куприянова говорит об инструментах успеха, Александр Макарь в прямом эфире поднимает самые сложные и топовые темы, как крымской, так и федеральной повестки. Чего стоит только видеоанонсы Александра. Слышь, парень, иди сюда. Конфеты нужны и импортные. Контрабандные. Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. В этой студии проходят прямые эфиры. Сегодня мы попали на вечер лайв с Александром Макарем. Саша, здравствуй. Привет. Какие темы вы затрагиваете сегодня? Обсудим то, что обсудим. Я всегда так говорю, потому что новостейная повестка, она очень динамичная. И зачастую поводы очень быстро меняются. Чем вечернее интервью отличается от утреннего? Ну, на вечерних интервью больше хочется спать. Но на самом деле вечернее, допустим, я как сова, мне больше нравится работать вечером или ночью. Поэтому это все происходит более динамично. К тому же атмосфера, она более уютная и располагает к живому общению. Развлекательные и информационные ток-шоу, авторские программы и даже сериалы. Закупается много нового контента. Телерадио-компания «Крым» работает для каждого зрителя. Это делается для того, чтобы крымские телезрители в полном объеме могли смотреть различные передачи, различные направленности. То, что касается новых программ, да, мы делаем новые программы. Мы смотрим и отслеживаем, будем говорить, отзывы телезрителей. 60 лет – это только начало. Впереди долгая дорога, по которой впервые поехали юбилейные троллейбусы с портретами наших ведущих. Ольга Литвиненко, Анатолий Агейв, Александр Стороженко, Андрей Заричный. Утро нового дня. Вот засмотрелся на сюжет и понимаю, самое время поговорить о пробках. Потому что уже, как ни крути, а без 29. Большое количество наших зрителей собираются и прям готовы спешить. А я вам помогу понять, где сократить, где свернуть. Давайте сначала посмотрим на Крым. Конечно же, основные дороги свободны. Но вот приближаемся к Симферополю и видим, что ситуация не такая радужная. Так, с высоты птичьего полета буквально орлиным глазом смотрим. Нет явных аварий, отметин, а больших заторах тоже не имеем. Посмотрим поближе, что там в центре города. Ну что же, улица Ленина традиционно, просто, пожалуй, самая любимая наша улица в плане пробок. А опять стоит. Воровского решила не отставать и тоже движение затруднено. Улица Шмидта, ну, фактически полностью обездвижена. Там установили совсем недавно новые светофоры. Посмотрим, как они помогут разгрузить пробки. Потому что проблема-то давнишняя. Улица Киевская тоже вся в пробках, прямо перед Куйбышевским кольцом. За ним тоже немного заторов. Проспекта Победы это касается в том числе. Бульвар Франко, кстати, что удивительно, стоит, не движется. Интересно, почему, возможно, все-таки какое-то столкновение, о котором нам еще просто-напросто не сообщили. Дальше, если подниматься по улице Киевской, мы можем обратить внимание, что движение, в принципе, нормальное. Правильно, проспект длинный, широкий. Чего там быть пробки? Хотя, признаюсь, бывают. Бывают и не самые приятные. Приходится, посмотрите, прямо объезжать справа и выворачивать на кольцо к универмагу. Что же там с улицей Гагарина? А вот улица Гагарина как раз-таки обездвижена. И самое интересное, что в сторону кольца. Движение все-таки медленное, но идет. Такая же ситуация и на улице Семашко. Так, а теперь же обещанное. Должен подсказать вам, как это все объехать. Давайте посмотрим, что там в центре города. Улица Толстого, улица Франко, улица Куйбышева. По ним ехать можно, хоть и медленно. Машин достаточно много. А вот Шполянская, Морозова, улица Декабристов, Тренева. Они полностью свободны. Если вам нужно в центр города, объезжайте. Окольными путями все получится. Ну а если вам нужно куда подальше, давайте посмотрим, что там на объездной. Конечно, есть моменты, где проехать сложно, но в целом все в порядке. Вот такие, на ней, пробки в городе. Интересно, смогла ли добраться Алиса до нужного места? А мы прямо сейчас и узнаем, мне кажется, да? Есть у нас такая возможность? Да, надеюсь, что да. И хотелось бы даже узнать, действительно ли все так? Действительно ли так много машин в городе? Снова здравствуй, Алиса. Снова ветер, да? Ветрюган прямо, да. Алиса, ты нас слышишь? Небольшой технический неполад. Сейчас Алиса появится, надеемся. Ветер, видимо, сдувает всех. Мы ее видим. Главное, чтобы она нас слышала. Потому что... Да. Это дело такое. Ну, в связи с чем могут быть такие неполадки? Да, ветер сдувает интернет просто. Главное, что ветер не сдували. Да, я хотела бы напомнить о том, что сегодня понедельник. Сегодня чисто понедельник для верующих. Сегодня мы добирались сейчас на площадь из Ленина с большими затруднениями, потому что действительно на улице пробки. Многие опытные водители мне пытались объяснить о том, что в понедельник и в пятницу, и, конечно же, это все связано напрямую не только с началом и концом рабочей недели, но также с тем, что необходимо отправлять детей в школу и в садик в одно и то же время. И этим многим условлены пробки. Даже не рабочим ритмом, а именно тем, что необходимо отвезти ребенка в садик или школу. Я нахожусь на площади Ленина не случайно, потому что здесь, на парковке, на улице Севастопольской, 16 марта в 10 утра начнется автомото-пробег, поэтому все желающие могут присоединиться. Теперь вы знаете, где начало. Вас будет встречать вот такой плакат, который вам объяснит, откуда начинать. Ну и, конечно же, мне хотелось бы рассказать о новом асфальтовом покрытии, вернее, о новой дороге, потому что за выходные просто уложили полностью полотно. Еще ощущается запах смолы. И что самое удивительное, как раз-таки здесь пробок нет, но, к сожалению, в остальной части города, на улице Ленина, в центре, действительно, движение транспорта закруглено. Может быть, для этого есть какая-то причина другая, но это, я думаю, объяснит лучше гораздо опытный водитель Артем Андроновский. Ему слово и передаю. Спасибо большое, Алиса. Ну, гораздо более опытный это громко сказано, потому что все-таки иногда могу сделать что-нибудь неправильно. Но я вам об этом не расскажу, и вы никому не рассказываете. Конечно, никому не рассказываю. Например, я как начинающий водитель, сколько я там езжу, я вообще веду себя не самым красивым образом за рулем иногда. Но это чисто случайно, нечаянно, потому что в силу недостатка опыта. Пока еще. Саша, а знаешь, что ты делаешь красиво? Интересненько. Ты очень красиво всегда, элегантно представляешь наших гостей. Ну, тогда стоит, наверное, пройти к гостю. Конечно. В первую очередь для того, чтобы мы пригласили нашего следующего гостя. Это для Вер Сейта Санов, начальник управления выставочной, ярмарочной деятельности информационных систем. Здравствуйте. Здравствуйте. Тем более, что тема такая актуальная, интересная. Ну, не могла не заметить. Даже я на прошлой неделе видела, что в городе появилось достаточно много ярмарок. Может быть, много-немного, но одно я точно заметила. Да, все верно. Мы проводили расширенные сельхозяйственные ярмарки на территории города Симферополя. Они были приурочены к пятилетию празднования Крымской весны. Я считаю, что ярмарки у нас удались. Большое количество и участников со стороны сельхозтоваропроизводителей Республики Крым принимало участие на мероприятии. Но и не меньшее количество и самих жителей города Симферополя, которые хорошо скупились. Наши предприятия хорошенечко расторговались по очень хорошей цене. Соответственно, вот ту ценовую политику, которую мы держим на рыночных мероприятиях, она на 10-15-20% ниже показателей рынков на территории города Симферополя, что подтверждается в том числе и положениями Министерства промышленной политики Республики Крым. Ну то есть, насколько я знаю, на ярмарках обычно свой товар представляют наши крымские производители. Да, это там нет перекупщиков, да, в основном? Мы исключительно ведем работу с сельхозтоваропроизводителем. То есть, единственным условием для бесплатного участия на мероприятии составляет то, что предприятие гарантирует нам, что оно будет придерживаться рекомендуемых цен, которые устанавливает Минпром, и является сельхозтоваропроизводителем. За это несет ответственность непосредственно Министерство сельского хозяйства. И в ярмарке вот у нас проходили сколько времени вообще? Долго-недолго? Ну, мы, мои коллеги с управлением, мы находимся на ярмарочном мероприятии где-то с 4 часов утра, чтобы расставить всех, чтобы было все красиво, встретить всех, расставить правильно. Как правило, уже с 7 часов начинается торговая деятельность на площадке, и ориентируемся мы где-то на 14-15 часов. То есть, в 4 часа дня уже мероприятие заканчивается. Как раз если с утра бежишь на работу, да? Есть возможность... Баночку меда. Как раз у нас и ажиотаж, самое утро. Да, да, конечно. Вот там еще, я знаю, чай и кофе наливают. И надо что покрепче. Все верно, у нас и чай и кофе наливают, и продукцию дегустируют бесплатно. И, как я уже сказал, и цены хорошие. Как раз с утра, чтобы скупиться и приехать, пойти домой. Ну, и когда у нас следующая ярмарка вообще? Мы пока планируем, наверное, на конец марта. А вообще в планах Министерства сельского хозяйства, и министр неоднократно об этом говорил, мы хотим уйти в какой-то определенный стандарт для проведения республиканских мероприятий. Мы будем надеяться, что это будет два раза в месяц. А локации как-то будут меняться? Или это я знаю, что есть же определенные какие-то улицы? Все верно. У нас очень хорошие на сегодняшний день договоренности с администрацией города Симферополя. Мы пришли к консенсусу. Нам предоставляет администрация города две пока на данный момент времени площадки, не связанные с перекрытием дорожного движения, что очень удобно и для жителей, и для гостей Крыма, и столицы. Совершенно верно. И нам удобно, поскольку эти площадки позволяют нам довольно значимое количество сельхозтоваропроизводителей разместить на площадке. Но на сегодняшний день мы ведем переговоры с администрацией города Симферополя о том, чтобы нам предоставили, будем надеяться, еще две площадки. И тогда будет вообще очень удобно. Мы перекроем. А где, если не секрет? Пока мы планируем. У нас не охвачен микрорайон седьмой городской больницы. Это от мечети фонтаны. И плюс думаем насчет пневматики и балаклавской. Такие экстремальные районы. Знаешь, ярмарки, конечно, куда ездить в центре города никто не будет. Но вот местные жители с удовольствием. Совершенно верно. Это прекрасная информация. Вам за нее большое спасибо. Спасибо. Потому что захотелось прям, знаешь, пойти на ярмарку. Приходите. Я всех приглашаю. Действительно, у нас очень качественная продукция и большой ассортимент. Спасибо. Мы придем. Спасибо. Я напоминаю, что с нами был для версии Тасанов. Начальник управления выставочной и ярмарочной деятельности информационных систем. Спасибо. А мы продолжаем. Чтобы иметь будущее, нельзя забывать прошлое. Но как помнить то, чего мы не знаем? Очень хотелось бы симферопольцам пригласить гостей Крыма на такую вот ярмарку. Увидеть Крым таким вы сможете только с нами. Ну и вот, да, значит, и на ярмарку мы с тобой еще сходим. И, в принципе, удовольствие получим от нашего крымского продукта. Конечно. Я думаю, что обязательно успеем. Благо погода позволяет. Я знаю, что, да, успеем мы еще пообщаться с нашими коллегами из студии новостей. Они с нами должны быть на связи. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Доброе утро, Гуля. С нами Гульнара Юдина. Гуль, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня услышим в новостях? Вы узнаете о самых интересных и главных новостях из жизни полуострова. Как крымчане проводили зиму, хороводы, шуточные поединки и выступления. Все желающие могли найти себе развлечение по нраву. В Ливодийском дворце прошла презентация книги Натальи Поклонской «Крымская весна. До и после. История из первых хвост». Об этом и не только в наших выпусках. Не переключайтесь. Спасибо большое, Гульнара. Желаем вам отличного эфира. Спасибо и вам. Пока-пока. Ну и, к сожалению, уже время подходит к концу наше. Как бы мы ни хотели, нам придется с вами попрощаться. Но мы обязательно вернемся к вам завтра. Александр Карнович, Артем Андроновский завтра расскажут вам о всем самом интересном и актуальном. Пока-пока. До свидания.